Итак, ребятки, привет! Добро пожаловать на восьмое занятие четвертого сезона. У нас впереди три занятия, включаясь это. Это занятие у нас сегодня четверг. И занятие в понедельник и в четверг. Сегодня мы будем заниматься внутренними конфликтами, интеграцией когнитивной терапии во внутренние конфликты. Но прежде всего я хочу ответить на вопрос, который пока я включал программу записи, я вычитал у девушки, которая зовут Оксана, пишет она следующее. Привет, пишу, но эмоции по одному и тому же поводу. Может, что-то не так делаю или не так поняла. И в вип-чате у меня в WhatsApp примерно тот же самый вопрос задавала девушка. Значит, ребят, смотрите, правильно спрашиваете, и это говорит о том, что вы все правильно делаете. Потому что когда вы будете каждый вечер прорабатывать, если вы правильно все поняли, и каждый вечер садитесь, да, и открываете вашу тетрадь и прорабатываете ваши ситуации, в которых были какие-то эмоции, вы действительно увидите одно и то же, да, как по ситуациям, так и по автоматическим мыслям. То есть вы будете видеть, что у вас примерно одни и те же ситуации, и вы будете видеть, что у вас примерно одни и те же автоматические мысли. Согласны? Я пытался будильник выключить, вот он включился. И у вас все будет примерно одинаково. То есть у вас будут одни и те же ситуации, примерно плюс-минус, и примерно одинаковые должествования, одинаковые автоматические мысли, если вы правильно ведете дневники, просто тупо каждый вечер смотрите, как это всё поднимается в течение дня. Это абсолютно верно, потому что так оно и есть. Вы действительно одинаково смотрите на ситуации, вы действительно одинаково смотрите и одинаково создаёте эту эмоцию. Разные. В разных, казалось бы, ситуациях. Технологически здесь необходимо просто каждый вечер прорабатывать видение того, как вы создали эмоциональный фон или как вас потащило. Размышлять по тем алгоритмам, о которых мы говорили, да, я понимаю, да, действительно, но, а не факт, бла-бла-бла, было бы неплохо, но я понимаю, да, я не согласна, но они имеют право, да, было бы лучше, да-да-да, но всё-таки а план действий там такой-то, и это и вовсе не означает, то есть вы размышляете. И вы увидите через какое-то время, что каждый вечер вам начнёт становиться всё проще и проще видеть как автоматические мысли, так и размышлять над рациональной частью ситуации. И самое забавное, что в какой-то момент, поставьте восклицательные знаки, кто это сейчас уже начинает чувствовать, что у вас вдруг в жизни вы автоматически начнёте не эмоционировать так, как эмоционировали раньше. То есть вы даже, в принципе, когнитивную терапию не применяете, а у вас автоматически в этих ситуациях нет такой автоматической реакции. Просто потому, что вот, да, не потому, что вы, скажем так, вот, хорошо, неплохо, да, не потому, что вы что-то прописали, а потому, что вы прописали вечером. То есть объём ваших автоматизмов, ну я рад, хорошо, прекрасно, уже неплохо. Вот сейчас вот те, кто поставил восклицательный знак, не останавливайтесь, потому, что очень важно, потому, что объём проработки вечером снизит объём рецидива в будущем. Вот это очень многие люди, они не понимают. Им кажется, что когнитивная терапия, надо что-то послушать и понять. Нет. Когнитивная терапия это послушал, понял и начал писать каждый день на протяжении хотя бы трёх-четырёх недель. Вот три-четыре недели попишешь и удивишься, как у тебя в жизни начинается эмоция, она такая бац, пошла, а потом раз и отспустила. Ведь так же происходит. Вас вроде сначала несёт по-старому, а потом раз и включается какой-то стабилизационный такой фон. Вас опять раз потащило, опять раз включились. И чем больше вы будете прорабатывать вечером вот это видение того, что происходит, тем быстрее вы просто научитесь в разных ситуациях автоматически реагировать и размышлять. И у вас вот эта пауза между реакцией и между ситуацией будет становиться всё больше, больше и больше. И вы уже тогда в неё сможете вклинивать прямо на месте рациональное размышление. То есть прописывать в дневниках нужно для того, чтобы вот эту паузу организм научился видеть. Поняли, да? То есть и у вас возникнет ситуация, и у вас, знаете, как это будет выглядеть, возникла ситуация, и у вас прям правая рука и левая рука. Правая рука говорит, ну что, давай по-старому подумаем, и начнём сейчас слюную тут брызгать, или давай по-новому. И у вас вот эта пауза уже образуется, и вы начинаете либо говорить так, окей, хорошо, да, давай подумаем. Либо вы идёте в рациональный диспут, либо вы начинаете нестись по упрощённой схеме эмоционального фона, и пошло-поехало. Но если так случилось, то потом вечером придёте и говорите, да, действительно, т-т-т-р и т-т-т-р, да? После ли ситуации? Можно после, можно вечером. Но в любом случае, практика – это написание таблиц, ситуация, в которых возникли определённые эмоции, гнев, стыд, обида, вина, паника и так далее, мы о них помним. Автоматические мысли, должествование, оценочное осуждение, катастрофизация, чтение мыслей, перфекционизм, обобщение, неосемь дискомфорта. Всю эту историю попустались хотя бы 3-4 искажения основных. Он не должен иначе это, я не должна иначе, он должен потому что. То есть, вычленили то зерно, которое вас задевает, потому что вас задевает не ситуация, а зерно вашего отношения. Например, я обиделась на мужа, потому что посчитала, что он не должен так себя вести, иначе он не любит меня. Вот вас обидела вот эта интерпретация, что если бы он так себя повёл, не повёл, значит он меня не любит. Вы обиделись на поведение, вы обиделись на интерпретацию. Все это слышат, да? Что вы обижаетесь не на то, как человек себя повёл, а вы обижаетесь на то, как вы поняли, что человек себя повёл. Вот этот момент, он очень важен. Очень важен. И здесь, конечно, надо это понимать. Потому что если вы боитесь летать в самолёте не потому, что самолёт падает, а потому что вы думаете так, что вы себя пугаете. Вы ревнуете не потому, что происходит что-то из ряда вон, а потому что вы думаете, например, если он выберет её, значит я такая-то. Или если он выберет её, значит он такой-то. То есть вы обижаетесь, ревнуете, боитесь, не ситуации. Все это сейчас меня услышали, да? Вы обижаетесь, ревнуете на то, как вы думаете. То есть вы испытываете эмоцию не по отношению к событию, или по факту, или в будущем, а по отношению к тому, как вы думаете. Вот я хочу, чтобы вы сейчас все услышали. Все это поняли, ребят? Окей? Вот что очень важно. А большинство людей, к сожалению, этого не замечает. И то, что вы назвали ВСД, и то, что вы назвали неврозами, это неспособность управлять этим процессом. То есть человек не видит. Он считает, что у него автоматически всё идёт. Но на самом деле не совсем автоматически. Это просто привычка. Вы не знаете механизм, как это образуется. И если вы меня сейчас услышите, да? Если вы поймёте, что на самом деле вы должны научиться видеть то, как вы генерируете эмоции посредством собственных мыслительных процессов. То, о чём я сейчас говорил. То есть если я обиделась, 100%, я обиделась на то, как я поняла ситуацию. Всем согласны сейчас? Давайте, восклицательный знак, если вы поняли. Если я обиделась, значит я как-то поняла эту ситуацию. Если я разозлилась, значит я как-то поняла эту ситуацию. Если я в панике, если у меня паническая атака, значит я как-то поняла вегетативное напряжение. Тут всё очень просто. Если я поняла вегетативное напряжение как угрозу для жизни, я запаниковала. Согласны? Да. Если я думаю о том, что я пойду в соседний, поеду в соседний город, и мне там может стать плохо, я буду тревожиться. Естественно. Если я сажусь в самолёт, и у меня мысли о том, как случится сейчас, и как оно будет, у меня тревожность. То есть вы это сами делаете. Все это поняли сейчас? Вот этот момент, он уархи, архи важен, потому что без этого базисного понимания вам будет очень сложно понимать, а чем же занимается когнитивная психология. Когнится это мышление. И вы должны понимать, что не ситуация сама создаёт и вегетатику, и неврозы, а привычка хронически понимать события по факту или грядущей определённым образом. И я вам дал механизм, вот у нас сегодня восьмое занятие, мы сегодня будем заниматься внутренним конфликтом и интеграцией когнитивной терапии в решении противоречий, которые возникают в образовании неврозы. Но для начала я хочу вам пояснить, что именно вот это понимание того, что мы должны научиться видеть и одёргивать себя с помощью технологии, как мы вообще генерируем эмоции, очень важно. Потому что мы можем вставить новую форму мышления. И если по этой логике и по практике десятилетней когнитивной терапии и эффективности, почему она одобрена Всемирной Организацией Здравоохранения. Потому что если у нас научно доказано, что мы сами себя пугаем, мы сами себя беспокоим, мы сами себя тревожим нашей интерпретацией, то поменяв эту интерпретацию, мы поменяем результат. Все это поняли? Но казалось бы очень просто. На самом деле это правда просто. Просто это знаете что? Это лень. Знаете почему? Потому что вот этот момент, когда у вас на автоматизме вот эта интерпретация уже развелась, тревожная, депрессивная, ревнивая, я не знаю, озлобленная. Так же просто, вот просто пойти по автоматическому моменту, понять как обычно. Потому что когда надо тормозить со словами, так, стоп, 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 как я сейчас это себя завожу, как я сейчас думаю. Это требует, ребята, усилий, согласитесь. Усилия требуется, чтобы восстановить вот эту привычку, понимать события определенным образом и начать их рассматривать иначе. Вот это усилие, это примерно такое же усилие, как нажать на стоп-кран для тормозных колодок. И это действительно непросто, потому что в основном всех несет. Они говорят, не хочу ничего говорить, он не должен. Не хочу ничего думать, а вдруг случится, а вдруг это, а вдруг то. Вот очень сложно. Я согласен с Тимуром, что это не так сложно, как кажется. То есть может казаться, что это прям требует неимоверных усилий. Ребят, усилия требуются, это правда, но если бы усилий требовалось каких-то титанических, Тимур, ты как думаешь, сколько требуется усилий? Просто требуется сила воли, желание и все. То есть и просто сказать, я всю неделю буду этим заниматься. Вот тупо дали себе установку и погнали. Поверьте, за мои последние 8 лет практики просто стоит начать. Соглашусь, Влад, не было людей, которые фанатично подошли к этому вопросу, которые не получили результатов в этом смысле. В основном не получили результатов те, кто этим не занимается. Согласен? Они либо не поняли технологию, они говорят, а что писать? Либо они просто этим не занимаются. И если они не поняли технологию, им надо просто перезагрузить историю с технологией, и сказать, так, давай разберем ошибки, давай все заново. Либо их надо просто сбитые мотивировать. Потому что они говорят, я не хочу, мне что-то лень. Из вас тоже половина людей, они будут, знаете, что они сделают? Они мне напишут, когда копии закончат свое действие, они напишут через неделю, слушайте, я тут это, на четвертом занятии, ну я там делаем была занята, я тут решил досмотреть. Ну вот так оно и будет, как обычно, да? И поэтому, Влад, Тимур, вы абсолютно правы, все зависит от мотивации, все зависит от упорства, да? Все зависит от именно интеграции вашего желания в процесс. Поверьте, это правда несложно. Просто требуется немножко сосредоточения. Со словами так, я каждый вечер разбираю 3-4 ситуации, как я автоматически это все интерпретирую. Это же интересно. Вот, да, помогает, Татьяна пишет, помогает фиксация мысли сразу, в момент возникновения, а потом подробный разбор. Да, мы можем использовать диктофон. Например, вы можете взять диктофон, когда у вас что-то случилось, вы так надиктовали, в айфонах есть диктофон, мне кажется, да, во всех. Вот и все. Нет, копию такому человеку мы, конечно, не отправим. Мы призовем его к ответственности, скажем, увы и ах, делайте выводы о вашей ответственности. Конечно, не отправим. Мне сложно найти эмоции, почему-то их мало стало. Не думаю, что их стало мало. Надо смотреть в самей ситуации. И если их стало мало, плохо ли это? Насколько стих градус внутренний? Алексей, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, буквально неделю все цели, все принципы, интересы стали быть важными. Вот, сейчас мы это разберем. Не моими, как будто... О, да-да-да. Основной целью пока не придется. Людмила. Вот смотрите, что сейчас Людмила говорит. Это очень классная история. Люда, вы поднимаете тему, которая в когнитивной терапии и вообще в психотерапии очень такая глубокая. Давайте сейчас послушаем то, что говорит Люда, и я отвечу. Когда человек хорошо занимается своей терапией и начинает заниматься пониманием самого себя, я это называл в какой-то из... Сейчас я окно открою. Вот, потому что, помните, у меня был какой-то ролик, и я там говорил про нулевой этаж. Вот, это очень важный такой момент, потому что, когда ты начинаешь заниматься грамотно психотерапией, в какой-то момент ты начинаешь понимать, что все, что... Ну, не все, а половина, что ты делал, принадлежит не очень тебе, а твоему поведению, исходя из невротических суждений. Смотрите, я поясню. Ну, предположим, Людмила... Люд, я вас не знаю, но я просто пример приведу, окей? Предположим, Людмила была всегда с убеждением, я должна все делать идеально, перфекционизм, да, чтобы нравиться окружающим, и они не должны подумать обо мне плохо. Согласны, да? То есть, они не должны подумать обо мне плохо, я должна всем понравиться, а для этого я должна использовать стратегию перфекционизма. И вот Люда пришла на тренинг Алексея Красикова, или в ассоциацию когнитивной терапии, и мы объяснили ей эту концепцию, дали ей палитру информации, и она начала работу над собой. И она начала размышлять, а действительно ли плохо, если я кому-то не понравлюсь, а имеют ли люди право подумать обо мне, а я имею ли право, что они подумают обо мне так или иначе. И у неё потихонечку в голове стала формулироваться рациональная позиция, что было бы, конечно, неплохо, если бы я всем понравилась, но я прекрасно понимаю, что я не могу всем понравиться, и имею право кому-то понравиться, а кому-то нет. Если я кому-то не понравлюсь, это вопрос вкуса, это вопрос их личного выбора, это вовсе не делает меня плохой и низкой женщиной, это абсолютно естественно. Поэтому я не буду поведенческой терапией, я не буду больше себя вести так-то и так-то, если мне не хочется, я скажу, нет, вы знаете, извините. Понимаете, да, к чему я? То есть когнитивные изменения повлекли за собой поведенческие изменения, то есть стратегия перфекционизма угасла, она перестала делать то, что делала всю жизнь. И вот в один прекрасный вечер Люда приходит и говорит, странно я себя чувствую, у меня какое-то внутреннее опустошение, я раньше суетилась, бегала, всем поддакивала, у меня был смысл какой-то, был смысл, была цель всем понравиться, всем угодить, всем там полизать что-то, а тут я этого перестала делать. И кто же я? Я сейчас просто вот такой локальный пример привожу, все понимают, о чём я говорю? То есть разбирая иррациональность своих суждений, вы сто процентов начнёте менять своё поведение, потому что поймёте, что вести себя так не нужно, не вести себя так не обязательно. И вы получите себя в точке ноль. Я это когда-то вот так назвал. Это прекрасное Люда состояние, не надо его пугаться, да, только о других. Но я просто пример привёл. Надо понимать, что просто вы ушли от старых поведенческих стратегий путём рационального, и сейчас начнут со временем выстраиваться новые стратегии, новые формы осмысления того, чего вы хотите. Например, если у меня была девушка или парень ОКРщик или социофоб, что в принципе рядом, и мы убрали стратегию, всем нравится, стратегию всем поддакивала, и тебе говорит, блин, а я по-другому жить не умею, согласны? Он говорит, я всю жизнь пытался, как Арлекина, перед всеми плясать. Кто же я такой? Я говорю, а теперь вот будешь знакомиться с собой заново, делай то, что ты хочешь. Он говорит, блядь, да я понял, что я могу делать, что хочу, это так клёво, а что делать? Я говорю, да пробуй просто, вот и всё. И вот как Дима правильно говорит, это такая перезагрузка, и она очень верная. Да, потому что не бойтесь отказаться. Вообще, вот в нашей философии привязанности – это плохо. И когда мы привязываемся, в данном случае, к нашим убеждениям, и мы их теряем, разбиваем в пух и прах, нам кажется, что мы что-то потеряли. На самом деле радуйтесь, потому что у вас ждёт впереди что-то более новое. Вы к обратному не вернётесь, потому что вы не сможете, понимаете, если вы себя убедили, что этот эспандер не опасный, и поняли, что он не опасный, как бы вы его не покрутили, убедить себя опять, что он опасный, это надо ещё постараться. То есть, мне, например, сегодня убедить самого себя в том, что панические атаки опасны, или экстрасистолы опасны, и у меня есть возможность, я не знаю, что должно со мной произойти, чтобы я себя убедил и испытал паническую атаку. Я испытаю паническую атаку только при одном условии. А как вам кажется, при каком? Пожалуйста. Я могу испытать паническую атаку, как и любой человек, только при одном условии, если ему ведут внутривенный адреналин. Всё. Нет, если это действие опасно, то это не паническая атака, а замат, потому что это будет естественный инстинкт самосохранения, который не называется панической атакой. Смотри, паническая атака, и, например, на меня бросится тигр, и я испугаюсь, у меня адреналин выбросится, и я там побегу. Это физиологически паническая атака, но по факту нет, потому что это реальное обстоятельство соответствует чему? Понял, да? Выбросу адреналина. А паническая атака, это как раз феномен, когда льва нету, а ты сам себя испугал интерпретации. Понял? То есть ты подумал, что сейчас лев прыгнет, и будет полный пипец, но льва нет ни хрена. Помните про лимон? Вот в чём разница. Ясно? Но амнезия не случится. Чтобы случилась амнезия, мне нужно получить тяжёлую черепно-мозговую травму. Я надеюсь, до этого не дойдёт. Хотя всякое бывает в жизни. Для этого требуется серьёзное сотрясение или серьёзная травматизация. Но если вера гипотетически представит, что мне стёрли память, то, наверное, я думаю, такое вероятно, если я синтерпретирую это, что это опасно. Конечно, тогда я испугаюсь. Безусловно. А какого человека или ситуации можно охарактеризовать как плохой, плохой, плохой? Не знаю. Никакую. Я вообще бы уходил от оценочного осуждения плохой, плохая и так далее. Потому что замените плохой на мне не подходит. Вот все запишите себе это. Мне не подходит. Я не согласна. Мне надо плохой, хороший, вкусный, невкусный, красивый, некрасивый. Вот постарайтесь уйти просто от этого. Вот просто уйдите. Плохой, хороший, вкусно, невкусно, красивый, некрасивый, правильно, неправильно. Замените это просто. Мне это не подходит. Я с этим не согласна. Или я считаю иначе. Уйдите от вот этих штампов, к которым вы привыкли. Вы же привыкли с детства именно вот это. Плохо, хорошо, вкусно, невкусно, любишь, не любишь. Начните более гибко смотреть. на ситуацию. Согласны? Даже если хочется что-то осудить в голове мысль, вы начинаете автоматически попытаться давать штампы. Штампы. Ты неправильно себя ведешь. Но по факту, вы кричите так. Ты ведешь себя так, как я бы не повела, и ты ведешь себя так, как я считаю неправильно. Ну, окей, хорошо. Ну, почему это плохое? Почему это неправильное? Вот у меня, например, недавно была ситуация, где человек поступил определенным образом. На мой взгляд, поступил человек странно. На мой взгляд, не разобрался. На мой взгляд, совершенно предвзято. И совершенно, ну, абсолютно я не ожидал. Я разочарован, сожалею, но я только руками развел и сказал, ну, жаль, да, обидно, мне кажется, что как-то что-то странное, но, к сожалению, такое случается. Да, когда люди не разобрались, когда люди, вот, например, мне приходилось, сегодня буквально мне мой директор позвонил и говорит, Леша, там один парень со второго аж сезона вспомнил, что он не успел посмотреть занятия, может, обязательно со второго сезона, и он там кричит о том, что мы скотины плохие, всё коммерциализировали, и вообще мы ни хрена хорошего не делаем, вообще всё плохо, и вообще какие его уроды. Я говорю, я понял, дай мне телефон, я ему лично сам позвоню. Я ему позвонил, объяснил ситуацию, абсолютно совершенно другая реакция, и объяснил почему, для чего, и как, и что, и пригласил на пятый сезон, и он потом написал, блин, спасибо, что позвонили, простите, дата-трата-трата-тем, приду на пятый сезон, скоро увидимся, спасибо, до сентября. Потому что, а у человека, автоматическая какая, он, конечно, не стал заниматься когнитивной терапией, поэтому так и среагировал. А если бы он прошёл второй сезон до конца, а не свалил бы, он бы увидел, что он узнал по факту, что копии закрыты аж через два с половиной месяца, и подумал, значит, они такие-то, значит, потому что, значит, для этого, значит, то-то, 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 согласны, и сделал вывод, эмоция поднялась, он написал моему директору на эмоциях куча гадостей, я позвонил, объяснил рациональную сторону ситуации, он говорит, а, ага, я понял, да, сорян, вот, вот это надо понимать, и вы на месте этого парня каждый день на самом деле, понимаете о чём я? И вот будьте ответственны к тому, как вы интерпретируете, потому что сплошь и рядом вот такая предвзятая позиция, а потом, когда люди узнают, они говорят, ой, да, что-то я не подумал, а я не знал, я не знал, я не знал, что правда, да, о, а, о, а я думал, экстрасистолы бывают, у меня иногда, вот я особенно, если я на левой стороне могу, ну, у любого человека такое может произойти, я если на левой стороне там лягу, или там встану, или там ещё что-то, может там одна-две экстрасистолы ударить там, не знаю, в неделю, но бывает, и последние недели, потому что я очень переутомлён, и за последнюю неделю было там пару раз, наверное, но это естественно в переутомлении, что в этом такого необычного, просто опять же вопрос, как ты их интерпретируешь, если я интерпретирую экстрасистолы как естественную историю моей физиологии, когда я в утомлении, ну да, ну удар в груди, ну и чё, ну дальше пошёл, ну может там в пот чуть-чуть бросить, потому что там гемодинамика, да, и что, вот и всё, понимаешь, поэтому ничего, всё зависит от вашей интерпретации. Меокология, ну да, всё туда же, потому что всё это зависит от вашей интерпретации. Ну что, спасибо большое за то, что вы прослушали, давайте теперь перейдём к теме внутренней конфликты, и как во внутренние конфликты интегрируется когнитивный подход, окей, не опасны, конечно, не работают, они не опасны, они не опасны, я знаю, что вам врачи это сказали, и я вам об этом говорю, и все вам об этом сказали, они не опасны, вы их интерпретируете как опасны, ровно так же, как не опасно всё, что с вами происходит, поэтому, Ксюш, правильно вы сейчас пишете, что экстрасисты, которые мы чувствуем, не опасны, я работаю с врачами, задавал им вопрос, но, к сожалению, Ксюш, мне бы, вот рупор бы, да, чтобы все меня услышали, но невротики же, они же интерпретируют всё как опасное, у них это опасное, это опасное, это опасное, знаете почему, это опасное потому что, это опасное потому что, а, это клеится же, да, значит, я могу потерять контроль и сделать вот так, вот так я могу сделать, это же опасно будет, да, нет, это опасно, это очень опасно, а это чем опасно, это опасно, сейчас подумаем, это опасно, а, я могу в рот это засунуть и подавиться, о, всё, это опасно, а это чем опасно, это опасно, это опасно, а, ну это я могу в задницу засунуть и не высунуть, тут же непонятно как высовывается, да, особенно если так засуну, как я потом, а если там разорвётся, чё, понимаете, когда человек получает невротическое состояние он все вам охарактеризует как опасное причем еще он вам это обоснует понимаете он обоснует как это опасно и когда я сижу в кабинете и приходит какой-нибудь новичок я говорю серьезно а расскажите как это опасно и там прям палитра обоснований книгу можно писать это опасно потому что двоеточие это опасно потому что я сижу берем как интересно да то есть на самом деле обоснования и являются проблемы то есть вас пугает давайте секрет один хотите расскажу вам напоследок один секрет ну давайте окей слушайте даже для ютюба сделаем хотите для ютюба а вот кондитивный терапевт и он говорят о том что вас пугает ваши мысли до вас пугают ваши убеждения но давайте чуть-чуть с корректирую по правде говоря η мысли у всех мысли у всех insan варками выйдите час на улицу все и вас оставая не согласитесь ну кому нет должествования пока не чека без ложечки св scentы покажите масчерка без перфекционизма покажите ни человека безоценочного Потому что мне интересно этих людей вообще найти. Поэтому один секрет, о котором вам не говорят в популярной психотерапии, скажем так. Вас пугает не сам факт мышления. Слушайте меня внимательно. Вот сейчас все возьмите ручки, это запишите. Потому что эта информация не повторится больше никогда. Вас пугает тот список обоснований. Вы когда ревнуете своего мужа, например, он не берет телефон. Вас не пугает факт события, вас раздражает обоснование, которым вы пользуетесь и верите в это. Он не берет трубку, это обоснование. От него там что-то пахнет, где-то там что-то. То есть, панические атаки. Почему опасны? Обоснование, потому что тахикардия, потому что подъем давления, потому что непонятно, и я где-то в новостях слышал, что умирают от инфарктов. Вот он взял такие обоснования. Все это сейчас записали себе. То есть, запаниковать, заревновать, разозлиться можно только тогда, когда у вас в психике возникнет череда обоснований. Вы на эти обоснования обопрётесь и скажете, я уверен в своей правоте. То есть, когда вы идёте по улице, и у вас возникает тахикардия, головокружение, шаткость, где-то вы что-то прочитали. Почему мы говорим, что форума это не полезна? Потому что вы там берёте кучу чего? Обоснований, причём ложных. Вот почему форума не полезна. Вот вам и весь секрет. То есть, если вы злитесь, ревнуете и пугаете за счёт обоснований, то нападать в когнитивной терапии, подчеркните себе это сейчас в ваших, пожалуйста, конспектах, надо на обоснование. А на основании чего я испугалась? На основании тахикардии? Интересный аргумент. На основании подъёма давления? Интересный аргумент. На основании того, что какая-то там баба Люся где-то откинулась на жаре? Очень интересный аргумент. А я тут при чём? На основании каких обследований мне сказали, только не паникуйте. То есть, понимаете, о чём я говорю? Все сейчас меня услышали? Ребята, плюсики, пожалуйста. Плюсик, кто меня услышал? Вам надо искать обоснования. Я разозлилась на Василия Петровича на каких основаниях? Знаете, на каких основаниях вы разозлились на Василия Петровича? Он не должен так себя вести. Потому что я бы так себя не повела. Поняли? Он там то-то, то-то. Он не должен. Я бы так. А это так. А чё ты ревнуешь свою там подругу? Да она это. То есть, вы выстраиваете список обоснований автоматически в голове. И говорите, меня бесит, блядь, моя подруга, потому что она, двоеточие, и пошёл в список обоснований, чего она не должна, чего она должна, кто она и какая. И вы эти обоснования взяли и сказали, она бледина. Вот почему. Потому что она в короткой юбке и в тех сабагах, которые я хотела. Всё. Насосала. Поняли все? Ага, я в это верю. Вот так это выглядит. То есть, вы сами себе создаёте череду обоснований, а потом сами героически испытываете палитру эмоций. И самое забавное, что ещё всех убеждаете в своих обоснованиях. Хотя ваши обоснования имеют абсолютно высосанную из пальца аргументацию. Обоснование и корень убеждения. Совершенно верно. Абсолютно молодец. У вас есть обоснования, из которых произрастают убеждения. И это всё, конечно, верно. Спасибо. Давайте переходить к внутренним конфликтам и интеграции когнитивного подхода. Окей? Окей. Так. Ну что, все поняли, да, что я пытался эмоционально донести в этой первой части? У здоровых людей экстрасистолия – это нарушение ритма, носит функциональный характер, проецируются вегетативные реакции. Эмоциональное напряжение к курению алкоголем не требует лечения. Их нужно установить привыкнуть. Совершенно верно. У здоровых людей экстрасистолия – это косметический вид аритмии, который носит действительно функциональный или обратимый характер, действительно вызванный вегетативным употреблением алкоголя, курением. Совершенно согласен. Терапии не требуют. А где вы это скопировали откуда-то? Я абсолютно согласен со всем, что вы написали. Нужно установить предоставляющие факторы, в том числе эмоциональное напряжение и так далее. То есть, а невротик – это обычный человек. Просто у него фактор эмоциональный ушел гораздо в отрыв. Вот и все. С книги «Я доктор А». Прекрасно. Спасибо, Оксана. Вот это очень важно понимать. Поэтому вот вам, доктор. Пожалуйста. Просто я уже объяснял, что невротики – это люди, которые всему найдут обоснование, от чего они откинутся. То есть, у них прямо, знаете, желание найти причину для смерти. И все, что происходит с их организмом, является так или иначе косвенной причиной для смерти. И они начинают это обосновывать. Понятно? Где игра между ипохондрией и здоровым страхом за здоровье? Здесь очень просто. Давайте сейчас я отвечу на вопрос Виталия, и мы начнем. Хорошо? Значит, последний вопрос Виталия, и мы закончим. Ладно, ребята. А то нам много сегодня надо объяснить нам. Окей? Оксана, отдельное вам спасибо. Значит, где грань между ипохондрией и здоровым страхом за здоровье? Смотри, значит, ипохондрия – это проявление тревожных сомнений при наличии, при отсутствии негативных обследований. То есть, у человека проверили, а он сомневается. Вот это ипохондрическое состояние. А озабоченность здорового человека здоровьем – это нормально. Если у меня что-то заболело, например, у меня заболело там из-за этого, не знаю, что у меня заболело, правый бок. У меня заболел правый бок. Я озабочен. Согласен? Потому что у меня действительно заболел правый бок. Я озабочен. Я вызываю врачей, меня пальпируют, я озабочен. Но у меня по факту есть проблема. Потом мне говорят, у вас всё хорошо, бла-бла-бла-бла-бла-бла, проходит, и я забываю про это. Вот это здоровая озабоченность здоровьем. Когда я озаботился по факту симптома, все меня слышат сейчас, проверил, мне сказали, всё good, и я озабыл. Или мне сказали, да, там кое-что есть, попей, там, это, там, всё нормально будет. И я забыл. Вот это нормальное поведение, когда мы озабачиваемся, озадачиваемся и заботимся о своём организме, когда возникает какой-то реальный клинический симптом, мы идём на обследование и так далее. А эпохондрик – это человек, который постоянно сомневается. Понимаете? Срок годности – это не эпохондрия, это УКР. И, возможно, какая-то пограничная история. Я постоянно, как идиот, смотрю везде срок годности на продуктах и даже на бутылки с водой. Но это, скорее всего, пограничная история УКР, потому что адекватно невротик не будет смотреть срок годности на бутылки с водой. Это просто привычка проверять. Это УКР, да? Когда у тебя привычка всё проверять, все сроки годности, но и предмет, опять же, чтобы не было опасно, Виталий. Понимаешь, что ты делаешь? То есть, ты взял себе механизм проверки, чтобы только было безопасно. Безопасно, 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 безопасно. И всё, что у тебя, там, женщина, безопасно. О нет, там же куча всякого всего, нет, 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 да, что вы. Всё должно быть безопасно. И у тебя просто заклинило на этот ритуал. Это обсессивно-компульсивное расстройство. И здесь надо убирать проверку срока годности и не проверять. Доверять и так далее. Понятно? Либо проверять адекватно. На чём надо проверить, а на чём не надо проверить. Потому что не проверяя срок годности, тоже можно сожрать что-нибудь, да? Вот. КСТ. А что такое КСТ? Парадоксальная, да. Конечно, парадоксальная интенция, краткосрочная, она является одной из самых эффективных стратегий, потому что здесь... Но тут надо правильно подобрать стратегии поведенческих экспозиций, да? Поведенческих экспериментов. Но опять же, краткосрочная терапия, например, стратегическая, она основана парадоксальной интенции. Например, я могу дать Виталию задание проверять всё до усрачки срок годности, даже когда он не хочет. И пока он не проверит все сроки годности, он не успокоится. Это парадокс. То есть, я должен довести до абсурда. Я говорю, иди на прилавке, проверь всё. Или я могу сказать там... Или я могу попросить его вообще не проверять ничего и есть всё и посмотреть на результат. Да. Но проблема в том, что его... Вот я хочу, чтобы вы сейчас меня правильно поняли. Что его ритуал проверки срока годности – это лишь маркушка проблемы. И у него есть тревожное состояние, которое вызывает вот это поведение проверки. То есть, он своей компульсией проверит срок годности, сбрасывает напряжение про безопасность. Согласны? Это не страшный случай, если ты здесь находишься, тем более. Просто ты должен понимать, что у тебя есть озабоченность, очень сильная тревожность по поводу своего организма и здоровья. И ты начинаешь... А, кстати, у меня к тебе вопрос чисто диагностический. А чего ты боишься, если ты съешь что-то не такое? Представь себе, что ты врачу-психиатру этот вопрос отвечаешь. Виталий, что будет, если ты съешь продукт с непросроченным? Что случится? Что случится? Виталий, не бойся, ну, что будет, если ты съешь просроченный продукт. Куда ты делся? Ты пишешь, что ли, там? Все замерли. И Виталий тоже. С Жаном, вы не Виталий. Виталий, как вам в любимом фильме. Я лично проверяю все подряд, даже то, что... Виталий, вот. Боюсь блевать, боюсь отравиться, ослепнуть, задохнуться, и что мне подумают родители и люди. А ослепнуть и задохнуться вы по какому поводу должны? Поясните мне, пожалуйста. Почему вы должны ослепнуть и задохнуться, если вы съедите просроченный продукт? Ответьте на это уточнение, пожалуйста. Никто только не мешайте мне сейчас, пожалуйста, ладно? Почему боюсь... Почему вы боитесь ослепнуть и задохнуться? Это после случая отравления алкоголем в Иркутске. Понятно. Но, скорее всего, вы действительно могли столкнуться с психотравмой, где вы испугались очень сильно, после чего замкнулось такое поведение ввиду такого рефлекса проверки, чтобы больше не появилось. Скорее всего, Виталий, у вас... Вот смотрите, давайте разберем чуть-чуть сейчас, потратим время. Виталий, смотри. Скорее всего, до отравления метилом вы уже имели проблему с ОКР. Вы уже были нормативным каким-то, вы уже каким-то были. Возможно, это так. И отравление алкоголем просто дало очень сильный импульс к тому, что вы замкнулись на проверки, чтобы больше такого не повторялось, чтобы только не быть осужденным своими близкими, родителями и так далее. Я сам не травился. А кто травился? После случая отравления алкоголиков в Иркутске... А! То есть, ты узнал о том, что алкоголики отравились, и ты стал этого проверять. Правильно я понял? Ты узнал, что алкоголики отравились, и ты стал проверять срок годности. Я понял. Тогда, скорее всего, картина могла развиваться по-другому. Просто твое расстройство развивалось, развивалось, развивалось и развивалось. И в какой-то момент ты узнал про отравление. Это то, что мы называем причиной и поводом. Вот смотрите. Отравление алкоголиков в Иркутске метилом было причиной или поводом выхода Виталия в симптоматику? Я понял. Это был повод. Совершенно верно. То есть, он узнал о том, что алкоголики отравились метилом. Это повод. А причина – это его личная эмоциональная реакция на этот повод. То есть, не для всех алкоголики в Иркутске станут поводом. И вот это как раз мы сейчас с этим и будем знакомиться. Все это поняли? Вот давайте на примере Виталия переходим к теме внутренней конфликты. И почему для нас причины и поводы для всех разные. Все это понимают, о чем я. То есть, не все люди, узнав, что алкоголики в Иркутске отравились метилом, начнут замыкаться, и это станет поводом выхода в симптом. Согласны? Вот давайте... Виталий, вы не против, если я вас разберу сейчас по этому принципу? Вы как к этому относитесь? Если я сейчас в ваш случае... Да? Разберу. Виталий, ваше согласие. Да или нет? А, все, я понял, окей. Значит, мы к Виталию еще вернемся. Давайте сначала поговорим о... Скажем так... Давайте поговорим о... Внутренних конфликтах. Какие они бывают и как они выглядят. А потом поговорим о такой вещи, как патогенез. Потому что, чтобы понимать, что такое внутренний конфликт, надо понимать, что такое патогенез. Оксана, вы сказали, что вы врач. Вы понимаете, что я имею в виду под словом патогенез? Потому что врачи 100% сейчас будут понимать, что такое патогенез. Для всех остальных объясняю, что патогенез – это такой алгоритм образования патологического состояния. То есть, происхождение. Генезис – это происхождение. Патоз – это, соответственно, патология или отклонение. Вот мы должны... Механизм развития. Верно. Мы должны сейчас будем выстраивать, как выстраивается патогенез в случае я. То есть, из чего состоит патогенез. В психотерапии называется психогенезом. В медицине – патогенезом. В психотерапии – психогенезом. То есть, каким образом человек вообще вышел в симптом. Почему так произошло? Все понимают. Вот, добро пожаловать. Сегодня будет околомедицинская лекция. Я думаю, Оксане будет вдвойне интереснее. Значит, я буду рисовать. Единственное, что мне потребуются некоторые зарисовки. Чтобы порисовать. Текст. Good. Хорошо. Погнали. Значит, первое. Давайте я сейчас начнём с того, что у нас есть 4 основных типа внутренних конфликта. Но сначала, чтобы изучать внутренние конфликты и патогенез неврозов, надо понимать, что же такое внутренний конфликт. Давайте пишем определение или как хотите. Внутренний конфликт – это борьба противоречивой тенденций, борьба противоречивых тенденций, противоречивых тенденций между двумя равнозначными потребностями в одном человеке. Борьба противоречивых тенденций между двумя равнозначными потребностями в одном человеке. Пояснить? Давайте пример в скобочках. Борьба противоречивых тенденций между двумя равнозначными потребностями в одном человеке. Пример. Я так сильно хочу яблоко, я так сильно хочу съесть яблоко и так сильно не хочу его есть, потому что я буду плохой, например. Яблоки есть плохо. Поняли? Я посмотрел, когда на днях YouTube, там есть такая графа рекомендованная, и мне в рекомендованных почему-то вылетел ролик, и там человек рассказывал про внутренние конфликты. Почему-то в YouTube некоторые ребята представляют внутренний конфликт как «хочу-не хочу». Для них почему-то так это кажется. Но я бы... И они говорят о том, что «я хочу, я не хочу», или «я хочу, я не буду». Например, внутренний конфликт может быть рассмотрен как «я не хочу идти на работу, но надо». Вот такой пример был. «Я не хочу идти на работу, но надо». Разве это внутренний конфликт? Нет. Внутренний конфликт – это «я хочу идти на работу, и я не хочу идти на работу». То есть, это «хочу-хочу». Только это диаметрально противоположно. Я хочу съесть яблоко, и я хочу его не есть. Я хочу быть с этим человеком, и я не хочу с ним быть. Понимаете? Нет. «Я хочу не идти, а не хочу, потому что лень». Не совсем вас понял. Там нет внутреннего конфликта. Вы просто говорите о том, что вы попадаете в ситуацию, где вам лень идти на работу. Вы просто не хотите просыпаться и идти на работу. Внутреннего конфликта нет. Вы себя не противоречите себе. Вы просто тупо не хотите идти на работу, но это не внутренний конфликт. У нас полмира не хочет идти на работу. Это не невроз, это не внутренний конфликт. Вы сейчас поймёте, почему, Азамат. Понимаете? У нас миллиарды людей не хотят идти на работу. Что они все, в неврозе, что ли? Вот давайте разбираться, потому что эта тема более сложная. Может быть, вам она будет более интересной сегодня. Так вот, противоречивые тенденции имеют два... Давайте, поехали, рисуем. Два очень важных вектора. Хочу, не хочу. На столкновении которых возникает напряжение. Это напряжение выходит в клинический симптом. Давайте напишем ВСД. Только не что у ВСД. Сейчас вы скажете, Красиков сказал, что причина ВСД – внутренний конфликт. Под ВСД я подразумеваю совокупность невротических симптомов. Всем понятно? И мышление, и поведение. Ну, напишем симптом. Давайте, чтобы было более понятно. Симптомы. Ну, чтобы просто на одном языке мне с вами говорить. Вот, если вот так это рассматривать, то это выглядит вот так. Есть внутреннее напряжение. Есть проявление этого напряжения. Ну, здесь у нас, соответственно, будет тело. Тело, эмоции и поведение. Знакомо, да, уже проявление? Ну, вот так. Тело, эмоции и поведение. Ну, вот так это будет выглядеть. Все понимают это? Прекрасно. Теперь смотрите, что это за два драйва. Возьмем клинический случай клиники невроза имени Бехтерева. Оксана, вам это будет еще более интересно. То есть, я сейчас буду приводить случай, который разбирается именно в клинике имени Бехтерева, чтобы объяснить, что такое внутренний конфликт. Окей? Это не моя пациентка. Это терапевтический случай для того, чтобы студентам-врачам хорошо понимать, как выстраивается психогенез неврозов. У нас есть пациентка, ее зовут Тамара. Она обратилась по месту жительства в отделение неврозов с жалобами на постоянную тревогу за собственное здоровье, где все началось с панического приступа, а затем с страха за свое сердце, затем этот страх за сердце, она пыталась нейтрализовать многочисленными обследованиями у кардиологов Санкт-Петербурга. Кардиологи ее вроде успокоили, но потом страх сместился на онкологию. И она никак не могла успокоиться, потому что постоянно подозревала у себя онкопроцесс, который никак не был найден. И с этим тревожным состоянием, с эпохондрией, с канцерофобией, она была госпитализирована в отделении неврозов. Все поняли, да, примерный случай? В процессе ознакомления с пациентом и в процессе диалога выяснилось, что при составлении психогенеза данной пациентки явно есть структура невротического расстройства. А именно, четко обозначена точка выход в симптом. Это называется сбор, Оксана, анамнеза, да, начинающийся с вопроса, с чего все началось. При составлении анамнеза было выяснено, что первая ее паническая атака и первые ее жалобы на собственное здоровье, ухудшение, как и кажется, самочувствия, началось год назад, примерно год назад, с вегетативного напряжения, которого она испугалась, началась паника, потом это перешло в страх за сердце, потом страх за сердце был купирован врачами, ее успокоили, а потом она стала беспокоиться за онкологию, и этот страх не заканчивался. Вот так выглядит анамнез болезни. Там еще пишутся объективные обследования, которые были проведены, но мы это отпускаем, там все хорошо, МРТ, КТ, нету никакого онкопроцесса, все хорошо, онкомаркеры, все в порядке, да. Значит, если бы вы были врачами, я бы говорил о том, что дальше мы переходим в сбору четко проведенных анализов, мы либо дополняем анализы, либо смотрим их давность, и на основании объективных показаний смотрим, необходимо ли проверить, органы и системы по жалобам пациента, даже если нам кажется, что жалобы субъективны. Все поняли, да, врачи, если присутствуют, помимо Оксаны здесь, все меня услышали. Так вот, возвращаюсь. Врач-психотерапевт, который ее вел, занимался той концепцией, которой занимаюсь я, и он начал разбирать, или, как мы говорим, концептуализировать этот случай по той методике, которую я вам сейчас расскажу. И концептуализация была следующая. Первое, с чего он начал, интересно? Все заметны. Первое, с чего он начал, это с чего начались ваши вегетативные, вообще панические состояния. В какой момент? Она говорит, это было примерно там, около года назад. И он здесь пишет. Значит, я сейчас фантазирую срок, ну, например, он пишет, 0,1, 0,1, там, Поняли, да? Он пишет, что вот, 0,1, 0,1, 2011-го возникло напряжение. Ну, и, соответственно, здесь он подписывает, какие были жалобы, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И он задается очень простым вопросом, что просто так, 0,1, 0,1, 2011-го, где началось вегетативное напряжение пошло-поехало, это означает, что 0,1, 0,1, 2011-го, это начало или конец её невротического состояния? Точнее, начало или уже проявление? Это начало развития или проявление уже? Начало-конца. Молодцы. Подкованные ребята. Что в неврозологии мы понимаем, что точка выхода в симптом это уже, кто-то правильно сказал, выше середины пика. То есть, это уже означает, что к этому моменту уже всё событие случилось, которое актуализировало ситуацию. Все это поняли? То есть, тот день и месяц, когда вам стало херово, это не начало невроза. я хочу, чтобы вы это все сейчас здраво поняли. Я хочу, чтобы вы, ну, Тимур, тебе много раз объяснял, а многим нет. Что, мне закончить сегодняшнюю лекцию, что ли? Что я это объяснял? А многие не в курсе. А у нас ещё в копии 100 человек. И надо понимать, что когда вы вышли в симптом, это уже говорит о том, что что-то уже произошло. и врач начинает разбираться. Он говорит, с чего всё началось? Она говорит, с тахикардии, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И он задаёт очень простой вопрос, запишите себе его или запомните. Он собирает Оксана как врачу, так называемый анамнез болезни или анамнез жизни. Вот в медицине, Оксана, вы собираете анамнез болезни, правильно я понимаю? считает себя больной, и вы собираете анамнез о том, как развивались симптоматика, правильно? Считает себя больной с такого-то момента, жалуется на то-то, на то-то, 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 то есть, история её жалоб. А в психотерапии собирается психоанализ, анамнез жизни. То есть, например, Оксана, врач, я не знаю, кардиолог, пульмонолог, скорее всего, я гомеопат с детства разбираю, а вот тогда вы разбираете анамнез жизни, а вот обычный врач, там, эндокринолог, кардиолог, пульмонолог, гастролитеролог, они не разбирают анамнез жизни, понимаете, да? Они разбирают анамнез чего? Анамнез болезни. Считает себя больной с первого января и пошло-поехало. Мы собираем анамнез жизни и врач задаёт вопрос, слушайте внимательно, расскажите мне, пожалуйста, о вашей жизни двумя большими частями. Расскажите мне, пожалуйста, о том, что происходило в вашей жизни примерно за полгода до начала всей этой психовегетативной петрушки. Вы помните, когда вы чувствовали себя хорошо, Тамара? Она говорит, да, помню. Ну, вот расскажите мне с момента, когда вы чувствовали себя хорошо до момента, когда вы начали чувствовать себя плохо. Что происходило в вашей жизни примерно там пять-три месяца? Она говорит, доктор, без проблем. Было всё прекрасно, ничего меня не парило, всё было хорошо. И вдруг, откуда ни возьмись, появилось оно. Он говорит, нет, давайте откровенно. Там потребовалось какое-то время, чтобы Тамару раскрепостить, и она поняла, что от неё хотят. И на каком-то занятии Тамара говорит, вы знаете, а я вам скажу, буквально за три месяца до начала всей этой фигни я улечила мужа в измене. Он говорит, так вы же поступили в отделение замужем. Она говорит, да, я замужем, я ещё не развелась, но очень хочу, но не могу, потому что я вот заболела. Он говорит, понятно, ну рассказывайте, что произошло. Он говорит, а я нашла фотографию мужа с какой-то девочкой, с которой он начал флиртовать в санатории, в которой поехал отдыхать, а я осталась с детьми дома. И я увидел эту фотографию случайно, совершенно, и начала задавать вопросы. и он признался в кратковременной связи в доме отдыха, ну, олень, кто-то признаётся, да, он признался, в общем. Он признался в краткосрочной связи с этой девушкой, в общем, и поступил честно. Он сказал, да, было. На что она отреагировала, ты мне всю жизнь скотину испортил, я буду разводиться, детей, мы что-то будем делить. Понятно, да, ситуация? Врач-психотерапевт так и записал. И он задаёт и простой вопрос. А есть смешной отрывок Павла, я не знаю, какого Павла, и какой отрывок, про что вы, Надя, Павла воли про измены, зачем сейчас, не отвлекайте, у нас серьёзная тема. И врач-психотерапевт делает себе пометку, что возможным поводом для выхода в невроз стала измена мужа. Все понятно это? Что возможным причиной её эмоционального состояния стала измена мужа. но врачу это надо проверять. Потому что изменяют очень большому количеству людей, но не все от этого заболевают неврозом. Все согласны? Оксана. Что не все женщины заболевают неврозом, которым изменит муж. И вот тут надо понимать, что врач начинает проверять гипотезу. И он задаёт вопросом, как вы отреагировали на эту ситуацию? Она говорит, ну как, как обычная женщина, не приемлила и сказала, что буду разводиться. Он задаёт вопрос, а почему вы не развелись? Она говорит, я хотела развестись, но не успела, потому что мне поплохело, стало плохо, и я стала лечиться. Потому что сначала сердце, потом онкология, и я решила, зачем сейчас начинать бракоразводный процесс с отделёжкой имущества, пока я мотаюсь по больницам, а вот я сейчас выздоровлю и начну этот процесс. Вот так она сказала врачу. Всем понятно? Врач понял и говорит, окей, хорошо, я вас понял. И начинает следующая история. Он начинает раскручивать гипотезу, вот сейчас пишем, значит, как выглядит ситуация. врач держит в гипотезе о том, что она хочет развестись с мужем, но не разводится с ним. И у врача есть гипотеза, что она не разводится с ним не потому, что она по больнице ходит, а потому, что она не может развестись по какому-то поводу. Понимаете, да? Только другому. Потому что он понимает, что в этой концепции есть функция симптома. Пишем здесь. То есть у симптома есть функция. Такой вот черный ящик здесь с буковкой F. А вы помните, что функции симптома есть несколько. Первая функция это откладывать принятие решения, откладывать и оправдывать свое поведение. Поскольку наш врач знает эту концепцию, что функция симптома может быть вторичное назначение откладывать принятие решения или оправдывать собственное бездействие, у него возникает гипотеза о том, что наша пациентка ходит по врачам и имеет фобии, а это фобии, потому что она откладывает принятие решения о разводе. Вот так выстраивается концептуализация в голове у аналитиков. Все поняли, да? у него возникает следующая гипотеза, ну и оправдывает, да, что если его пример, если его концепция верна, то здесь должен быть внутренний конфликт, потому что если внутренний конфликт я хочу развестись и я не хочу развестись правдив, тогда врач прав и конфликт я хочу развестись и не хочу развестись вызывает напряжение, вызывает вторичные фобии, чтобы откладывать принятие решения с мужем. Сейчас женщины содрогнулись мне кажется у экранов своих телевизоров и их мужья, да? Значит, все поняли, да, как врач размышляет? Он начинает проверять гипотезу, слышите, я часто говорю проверять гипотезу, вот это врачебный такой подход проверка гипотезы, это всегда околомедицинская история, мы всегда проверяем гипотезу, то есть врач на основании своего опыта и клинических данных выстраивает гипотезу, он ее проверяет на основе анализов, на основании опыта, на основании данных, объективных и так далее, он выстраивает гипотезу, скорее всего это, и он ее проверяет, так вот мы проверяем гипотезу, но нормально врач ребят у нас в россии очень часто гипотезы не выстраивают у вас в сд зачем не гипотеза все понятно с вами гипотеза о чем вы что гипотеза что это такое у вас в сд не мешаете кабинет закройте не мешайте людям работать и балерианки всем да наш врач в клинике бехтерева был хорошим врачом и он начинает проверять нету ли здесь внутреннего конфликта и он начинает расспрашивать нашу пациентку на это окей тамара спасибо большое давайте поговорим о вашем детстве и о вашем муже расскажите мне о том как вы воспитывались где вы воспитывались кем мама папа бабушки дедушки в общем он продолжает собирать анамнез жизни нашей пациентки и тут выясняется что наша тамара воспитанница детского дома и вот здесь возникает очень важный фактор пишем вот здесь рисуем такой такие два квадратика и вам сейчас все становится понятно вот здесь над одним вектором внутреннего конфликта пишем сверх ценные потребности сп и так напишу а справа пишем убеждение сейчас я покажу здесь мы пишем сверх ценные потребности запомните это слово пожалуйста все записали сверх ценные потребности связанные с детством или с семьей родительской понимаете сверх ценные потребности связанные с детством вот здесь а вот здесь пишем убеждения взятые в жизни или в быту или от кумиров не важно мы уже убеждение берем не рождаемся с ними мы убеждение как вы поняли берем от кумиров мы убеждение берем от эго идеалов мы убеждение берем кто такой убеждение убеждение что такое хорошо и плохо вы от кого узнали от эго идеала эго идеал это родители учителя кумиры актеры музыканты соседка авторитетная одиннадцатиклассница которая курит и вы видите я тоже пойду как оксанка я тоже взрослая все поняли да вот оксанка такая я так ну это и есть эго идеал ясно а и вот смотрите что такое внутренний конфликт врач начинает говорить так а можно поподробнее про детство она говорит можно я была воспитанница детского дома и до шнадцати лет проживала в учреждении закрытого типа потом меня значит отпустили и я собственно говоря начала там работать бла 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 познакомилась со своим мужем быстро завертелась и мы поженились у нас уже через год родилась родился ребенок а еще через год второй как вам кажется какие сверхценные потребности будут у девочки которая воспитывалась в детском доме именно у нее логично семья семья потому что это та модель поэтому пишем здесь семья пишем пишем ребят потом будете разбирать ведь это же мы вас будем делать семья не просто потому что это клава которая блять хочет семьи все это понимают все хотят семьи согласны все девочки хотят семьи ну многие окей но мы сейчас пишем здесь не что это просто клава которая хочет сука семьи а что это тамара для которой семья это что сверхценная потребность потому что у девочки у которой здесь все в этом смысле нормально семья является просто ячейкой общества но не сверхценной потребностью все понимают что я имею ввиду ребята плюсы девочки особенно потому что именно ее детство определяет сверхценные потребности то же самое касается отношения отца к сыну отца к дочери матери наличие матери наличие пьющего бухающего папы все это в семье создаст сверхценные потребности вот теперь внимательно сейчас очень сложный будет момент пожалуйста не отвлекайтесь итак у нас есть пациентка со сверхценной потребностью в результате ее детства это семья и вот мы видим как в унику как в аккурат ситуация которая называется измена она попадает куда она в аккурат попадает в противоречие ее сверхценной потребности согласны потому что для нее семья это сверхценная а для нее измена и вот тут возникает один момент а теперь мы это психоанализ кстати кому интересно это не когнитивная терапия бога ради вас упаси сказать что Красиков сказал что в когнитивной терапии причина невроза внутренний конфликт ребята сейчас все меня услышали поставьте воскресательный знак что вы услышали а то вы ляпнете где-нибудь то что я сейчас разбираю это медицинская модель неврозов это не когнитивная психотерапия все это поняли окей а вот теперь смотрите как когнитивная терапия сюда без вазелина влезает очень неплохо кто догадается тот прямо сейчас получит 5 баллов у нас что здесь есть убеждение согласны кто помнит в чем прикол измена мужа это событие или это внутренний конфликт то есть сама по себе измена мужа нашей девушкой как трактуется верно она трактуется как-то отсюда согласны смотрите смотрите куда я показываю если бы у нее в убеждениях было что изменять и секс на стороне это вообще клево они были бы свингерами что было бы что было бы если бы тамара занималась сексом со своим мужем а еще они бы присоединялись их знакомые со своей женой и они менялись партнерами что было бы тогда был бы внутренний конфликт не было бы не было бы невроза поэтому правильно сказал Фрейд трахайтесь шучу не было бы внутреннего конфликта потому что именно ее убеждение внимательно сейчас все именно ее убеждение по отношению к сексу поведению мужа вызывает у нее какую реакцию развод поняли почему развод девочки должествование оценочное суждение помним все давайте за тамару попытаемся сформулировать концептуализацию с концепцией смэр ситуация мысли эмоции реакция давайте сюда быстро перенесем это ребят интересно я надеюсь я пытаюсь очень интересно вам рассказывать сложные медицинские вещи честно то что я вам сейчас рассказываю за пять лет в мединституте мне расскажут и уж с интеграцией когнитивки точно смотрите переносим сюда быстро смэр давайте возьмем возьмем сюда смэр все помнишь такое смэр нам не рассказывали но я бы удивился оксана если вам рассказывали вы меня так удивили бы честно спасибо что пришли вам отдельное вот смотрите возьмем смэр ситуация мысль эмоции реакции все поняли да что тамара бы записала что ситуация как называлась бы муж трахнул какую-то там незнакомку там то эмоции какие обида гнев печаль грусть злость гнев и так далее мысли какие это сука ну это уже оценочное осуждение он не должен был так поступать он должен был соблюдать неверность он кобель я рассчитывала он не должен иначе он не любит меня она лучше чем я ну вы поняли да ну и соответственно эмоции гнев бла 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 и реакция какая все развод пошел ты в жопу выход симптом поняли да вот как когнитивка понимает это событие все поняли ребят все поняли это а теперь представьте себе женщину у которой вот этого нет ребята все голову включаем пожалуйста у нее нету детдома у нее нормальная семья более менее средняя но она столкнулась с ситуацией измены мужа и у нее точно такие же жесткие убеждения как у Тамары что она сделает умничка Люда вот прям Люда мы с вами не знакомы вы не Люда вы не героиня моего реалити мне просто интересно Люда нет блин там тоже Люда была вы прям клево как она размышляете теперь если бы Люда абсолютно права если бы просто была бы история без этого она бы просто нахер бы его послала бы и расстроилась бы и в депрессии была бы чуть-чуть и все все поняли и не было бы внутреннего конфликта и невроза она бы просто сказала блять мой козел мне изменил блять пойдем бухать теперь мне тоже можно ла 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 поняли да что было бы вот теперь становится понятным что такое неврозы с точки зрения клиники а не ютуба блять отлично счастливая жизнь блять без панических атак что за бред блять вообще кто это придумал куда сюда вставить паническую атаку вот сюда ну да окей она здесь а это кто будет трогать а с этим что делать ну это я не знаю я не умею потом как-нибудь где-нибудь ладно наболевшая тема просто понятно да идем дальше значит смотрите итак невроз возникает только тогда когда у нас есть сверхценные потребности детства и у нас есть убеждения взятые из интеракта в жизни которые явно что противоречат друг другу все поняли вот тогда возникает невроз если у вас просто есть вот это сверхценная потребность и семья без убеждений то вы просто возможно будете трахаться свингером или просто его простите или просто скажете да окей хорошо ты для меня самый главный вообще не проблема давай меня вдвоем и если у вас будет просто ситуация с жесткими убеждениями но у вас нет такой сверхценной потребности вы скажете пошел ты в жопу я тоже теперь буду свободна всем это понятно на заходит александр не забегайте вперед вы правильно мыслите глубоко заходит я люблю заходить глубоко да слушаем дальше не отвлекаемся давайте разбираться как же выглядит внутренний конфликт почему у нас невроз с ипохондрией с канцерофобией у нашей пациентки есть сверхценная потребность это семья в результате ее детства и у нее есть убеждение что муж не должен не должен и вот здесь пишем она хочет сохранить семью wanna save да она хочет сохранить семью с одной стороны а с другой стороны ее убеждение на что хочет запоминать вспоминайте она хочет развестись поняли ее убеждение говорят ей разводись потому что он козел но она не может потому что у нее есть сверхценные потребности которые говорят хочу остаться это семья это самое главное а убеждение говорит разводись нет это самое ценное представляете себе что внутри ее психики происходит а теперь представьте себе на минутку кто догадывается что я сейчас делаю Люда если вы сейчас догадаетесь я буду очень удивлен Люда что я сейчас сделаю удивите меня капец я знаю что что я не просто так здесь сижу что я сейчас сделаю что я сейчас сделаю смотри смотри а теперь представьте все что мы сейчас с вами разобрали в жизни пациентки нашей выглядит вот так вот так просто вот сейчас у вас многое откроется в глазах слушайте а может выложим это занятие в ютуб хотите прям в открытый доступ сегодня вот люди поржут вот смотрите как выглядит наша пациентка молодец вот что она понимает молодец молодец супер вы очень клево стали думать вот как выглядит у нее ситуация вы сейчас знаете гораздо больше чем наша пациентка которая пришла в клинику поняли потому что в ее понимании мира у нее тахикардия сердце страх за здоровье и ВСД и она здесь тут у нее панические атаки тут она пошла искать счастливой жизни без них правда панических атак нет потому что она поняла что это не стремно да она стала даже передвигаться по городу ну и что случилось и на кой хер обманывать кучу народу вопрос Алексей Крайсиков задает этим людям а эти люди отвечают ты такой плохой такой плохой что вы говорите прям вообще прям ужасный я говорю обманывать зачем народ не твое дело понимаете ну мешаю естественно еще и мешаю поливать меня говном ну неважно смотрите и наша терапевтическая задача является сначала открыть пациентке глаза на всю вот эту хрень можете представить сколько на это может уйти время терапевтического труда это интересный вопрос но это зависит от многих факторов и так давайте разбирать дальше поняли как выглядит на самом деле когда я сейчас убрал листики пациентка должна осознать что ее детство сложило сверхценные потребности какое конкретно что семья для нее самое ценное она должна осознать это потом вы должны объяснить ей что такое когнитивная терапия рассказать о том что такое убеждения искажения автоматические мысли вот просто вдумайтесь по срокам она должна это понять что такое убеждение и понять что ее убеждение явно что противоречие друг другу это вызывает сильнейшее противоречие вот это фрейд назвал как кто изучал психоанализ вон у меня висит когнитивно аналитическая терапия как это фрейд назвал когда пациент осознает это фрейд назвал это инсайтом инсайт верно фрейд называл это инсайтом когда пациент вдруг говорит блять я понял ааааа у меня же детство и у меня же убеждение и я же не могу вот оно что вот как выглядит это поняли? у многих у вас вот такое было или есть или будет где у вас вдруг открываются глаза на то что вы себе противоречите и одна часть психики противоречит другой просто вы этого не видите и ваша тахикардия ваше ВСД и все что с вами связано это не болезнь тела а это последствия вот этого длительного затяжного противоречия причем ребята это может длиться годами пам-пара-рам пам-пам понятно? это где прячется пони ну типа того идем дальше надеюсь вам сегодняшнее занятие понравится и я постараюсь его выложить в интернет хотя определенные люди опять начнут покупать дизлайки и скажут Красиков мешает сука как он может я такой хороший я такой хороший пожалейте меня пожалуйста зачем Алексей Красиков сделал онлайн тренинг вы не знаете? как я мог вообще? как я мог сделать онлайн тренинг? ума не приложу это ужасно просто и нельзя а я еще и рекламировать его стал вообще ужасно просто как я мог? долбоебаные итак продолжаем и здесь еще есть кое-что что пациентка должна осознать смотрите куда я показываю Тань подождите сейчас объясню я показываю на функцию симптомов что второй инсайт в нашей методологии говорит о том что пациентка должна осознать какую функцию она несет своими симптомами своим поведением откладывание и в данном случае Тамара что делает? подсказывайте что Тамара какую функцию создает поскольку она этого не осознает понятно да? это противоречие скрыто у нее есть эта проблема и она откладывает принятие решения поняли почему она откладывает? скажите мне двумя словами почему она откладывает? она откладывает и оправдывает свое откладывание своей якобы болезнью причем она Азамат Марина она в это верит согласны? согласны что вы все верите что вы вот-вот откинетесь вот-вот прям вот завтра буквально просто что-то не нашли ну просто я скоро с ума сойду не знаю почему просто сойду она верит в это а верит в это потому что сила этой функции работает вперед забегаю верование работает только тогда когда оно вам нужно слушайте меня сейчас внимательно эта хрень у нее работает у Тамары только до тех пор пока ей это нужно вы поняли подсказку? то есть она будет удерживать симптом только лишь потому что ей надо откладывать решение о разводе почему ей надо откладывать решение о разводе кто догадается? потому что она не может осознать что происходит внутри ее психики вот для чего нужен психотерапевт в мире потому что сама Татьяна по-моему Таня задавала вопрос да? Таня то вы задавали вопрос? сам человек этого не видит ему требуется консультирование и ряд примеров для того чтобы научиться понимать сам человек осроточен только на своем самочувствии и вот когда пациентка начинает осознавать вот это первое второе учиться когнитивной терапии сейчас мы перейдем значит смотрите пишем вот пациентка у нас разложена на столе вот мы ее препарировали она осознала что у нее есть детство которое дает ей сверхценную потребность пациентка осознала что у нее есть убеждения по элису которые противоречат она осознала что у нее есть вегетативное безопасное состояние здоровья и она просто таким поведением откладывает принятие решения она сказала доктор блять не отпустил на 60 процентов спасибо вам огромное и за порог клиники что доктор должен сделать он говорит погоди а решение это ты приняла? потому что сам инсайт еще не гарант того что это разрешится почему? догадаетесь вот здесь кое-что важно иногда я справедливости ради тут есть врачи и психологи в том числе которые потом будут писать какой я плохой они все смотрят этот тренинг они его купили в пиратском варианте и я прекрасно это знаю могу вам даже показать город IP адрес и так далее но не будем этого делать как говорится усугублять не хочется да? ну и собственно говоря смотрите в чем прикол прикол в том что происходит что с одной стороны у нее есть убеждение а с другой стороны ценная потребность мы должны научиться что делать увести ее отсюда в когнитивную терапию чтобы она на всю на эту ситуацию начала смотреть более рационально и вот когда она начинает смотреть на эту ситуацию более рационально она какое-то решение для себя примет мы не знаем какое согласны? но она может сказать было бы лучше если бы я все-таки принимаю решение с ним остаться что семья действительно важна, да, неприятно, да, обидно, но и аргументы посыпались, на основании которых она примет решение оставить мужа, потому что дети, он извинился, он правда, кстати говоря, извинился, он правда сказал, что я больше не буду прости, а может быть в рациональной терапии, как она скажет, было бы лучше, если такой ситуации не было, но я прекрасно понимаю, что он имеет право быть таким, таким и таким, но я понимаю, что я не хочу, мне не подходит, и несмотря на то, что семья для меня действительно является ценной, я всё-таки буду выстраивать новое отношение с новым мужчиной, ничего страшного, если какое-то время я буду одна, помните, толерантность к фрустрации, да, определённость, помните, я потерплю, это ещё не означает, что я всю жизнь буду одна, бла-бла-бла-бла-бла, я всё-таки разведусь. Все меня услышали сейчас? То есть, пишем, ребят, рациональная мотивная терапия является инструментом воздействия на ситуацию внутреннего конфликта, целью которой является интеграция рационального мышления пациента, чтобы он по себе разобрался. кину тех, кто пиратит, могу, их там двое. Один из них психолог. У меня вообще все мои тролли, это все психологи, это прям прекрасно. Мы когда видим эту картину, у меня волосы для дыбом поднимаются. Интеграция рациональной мотивной терапии с целью решения внутреннего конфликта. Да никакие не конкуренты, детский сад просто. Просто люди никак не могут успокоиться. Их почему-то все время задевает моя деятельность, моя внешность, какие-то мои действия вечно. У нас то, то я пидор, то еще кто-нибудь. Другого не дано. Вот еще мне другие так не называют, кроме этих людей. Мы говорим, интересно, постоянно. Почему-то их все время тянет к моей жопе, понимаете? Удивительно. Это как это? Я ненавижу геев, иди сюда я тебя трахнул. Это вот сто процентов вот эта тема. Это вот наши, блядь, блогеры. Поехали дальше. Интернет меня любит. Меня не любят некоторые люди просто, которых я вызываю какой-то резонанс внутри. Поехали дальше. Поехали. Слушайте дальше. Смотрите. И вот, когда наша Тамара была обучена рациональной эмоциональной терапии, она действительно через какое-то время пришла к своему доктору. У нее уже симптомы потихонечку стали редуцировать. Теперь пишем. Симптоматика невроза гаснет тогда, когда эти симптомы уже ничего не решают. Когда эти симптомы не решают, и когда решается очаг внутреннего напряжения. А это одинаковый процесс, понимаете, да? Что если очаг решился, симптом уже ничего не решает. То есть, когда наша Тамара пришла к своему врачу и сказала, Сан Саныч, ты знаешь, я так подумала, ну, блин, он хороший человек, он извинился, мы много лет вместе, действительно, семья, зачем мне сейчас, он нормальный. Ну, мы поговорили. А ты знаешь, у меня куда-то страх за онкологию пропал. И в институте имени Бехтерева, кто знает, как это называется? Причем только в институте имени Бехтерева этот термин существует. Кто знает, тот 100% из Бехтерева. Что пациент делает симптомом? Это сленг профессиональных врачей, психотерапевтов. Потом вопросы. Пациент дарит симптом, то есть, он его отпускает, он его дарит своему врачу, он говорит, на, задержайся, забирай, забирай мою ипохондрию, забирай мои вхождения по врачам, потому что мне это больше что? Не на да. У меня вопрос решен. Подарки вообще прекрасные, 8 лет только получаю. Приятно получать такие подарки и отпускать пациентов жить спокойно. Поняли, да? То есть, как только это для нее решилось, все, механизм развалился. Ей симптом не нужен, напряжения нет, она прекрасно себя чувствует. И она опять хочет уйти за пару в клинике. Врач что опять сделает? Врач говорит, подожди. И что врач потом говорит, кто догадается? Люда, нет, не до свидания. Он говорит, привет. Он что ей говорит? До свидания. Нет, что врач говорит? А теперь, дорогая, ты будешь ко мне ходить раз в 3-4 недели для того, чтобы мы с тобой закрепили рациональное мышление в разных жизненных ситуациях, чтобы больше такой херни в твоей жизни не повторилось посредством убеждений. То есть, поняли, в чем прикол? Если вы интегрируете в свою жизнь рациональную терапию, внутренние конфликты возникнут? Нет. Если они были, они будут разрешены. А если их не было, то они не возникнут. Все поняли, почему эта терапия самая сильная в мире? Потому что в наличии острого невроза это решит проблему. И это также решит проблему профилактики. Все поняли, чем мы тут занимаемся с вами? В данном случае, Аня, симптом ее меняться не будет. Потому что симптомов и не было. Каких симптомов? О чем вы? У нее было эмоциональное состояние фобического расстройства. Что у нее симптом? Аня поменяется. Что вы несете, простите? Что у нее зачешется? Где ее поменяет? В данном случае не симптом ушел. Ну, что же вы несете-то, а? Ушло напряжение, которое вызывало просто напряжение в теле. Но как только пациент включает голову и понимает, что вся эта петрушка возникает, потому что работает какая-то система внутри организма, пациентка осознала, что семья, Вера, для нее является сверхценной. Верно. Она осознала. А пациентка осознавала? Я не знаю, Вер. Не мой случай. Я думаю, что нет. Я думаю, что она понимала, что для нее детский дом отложил как-то отпечаток, Вера, да? Но я не думаю, что она осознавала, во всяком случае, Вера, я думаю, что она осознавала недостаточно ярко. Давай вот так. Я думаю, что она осознавала, недостаточно связывая это во всей своей ситуации. Она была зафиксирована на страхе за сердце и за ипохондрию. Понимаешь, о чем я? Вера. Да? И вот так выглядит, собственно говоря, терапия неврозов с точки зрения клинической клиники имени Бехтерева. Welcome. Всем понятно, как интегрируется когнитивная терапия? Гештальт эффективна, Виталий. Но гештальт – это такая точечная техника. Она, знаешь, как такой очень точный снаряд, который должен очень точно применяться профессионалам в какой-то локальной ситуации. То есть, мы не можем гештальтом охватить всё, к сожалению. Почему когнитивка нравится многим врачам в Америке, в Европе, почему её одобрили? Потому что она универсальная. Это очень универсальный метод, который может помочь и невротику с актуализированной проблемой, и человеку, который уже просто пришёл с какими-то эмоциями, без внутренних конфликтов. У него просто гнева много. Ведь не все же проблемы от внутренних конфликтов, согласны? Например, есть у меня клиент, который постоянно орёт, и постоянно вспыльчивый, и постоянно ревнует. Потому что у него просто есть убеждение, кто что должен, кто что не должен. Да, там, кто какой. И мы занимаемся рациональной мотивной терапией не с целью корректировки его внутренних конфликтов, в данном случае, а с целью просто управления его эмоциями. Все понимают разницу, да? Например, может к вам прийти на занятие пациент, который словил паническую атаку просто потому, что у него в жизни случилась ситуация, в которой он очень эмоционально к этому отнёсся, ввиду его убеждений. И он так испугался вегетативного проявления, что просто испугался паники, у него зациклились, он зациклился на своём самочувствии, паника, паника, я умру. Он посмотрел моё видео на канале Невроза Мегаполиса. Он понял, что это такое, его отпустило, больше ничего не появлялось. Он вообще никакие внутренние конфликты не решал. Он просто понял, что он переэмоционировал, испугался и всё. То есть, вы понимаете, что все неврозы разные? Understand? Вот это очень важный такой механизм. Я вам скажу так, что если вы освоите когнитивку, то вам бояться нечего. Потому что даже если вы на период нашего тренинга не осознаете вот эту всю палитру, но вы просто будете хорошо работать над рациональной техникой, что случится и без меня. У меня был внутренний конфликт, могу рассказать. Что случится без меня? Я могу себя разложить, хотите, по такой схеме? Ну, в свой случай. Если вам, конечно, интересно, а это надо вообще? Вот все, блядь, вот прям любят послушать, да? Может, про три типа внутренних конфликта лучше поговорим? Что про меня-то? Или вам хочется, чтобы я разложился, препарировался тут перед вами, да? Лучше про что-то другое. Нет, ну можно меня разобрать, если вы очень хотите? То есть, СП, КТ не работает что? Не понял. Компьютерная томография, КТ, ССП, КТ, переведи. Ладно, я понял, сейчас разберем меня, давайте договорю. То есть, я вам рекомендую, даже если вы за период моего тренинга не должным образом разберетесь во всех этих деталях, потому что это не просто всегда, это не всегда на поверхности, то просто долбив хорошо когнитивную терапию, спустя 2-3 недели после занятий, вы можете вдруг понять, что вы сами что-то решили. Понимаете, да? То есть, даже если вы недостаточно хорошо осознаете вот эту часть, понимаете, да? И это будет выглядеть вот так, например. Согласны? То, имея хорошую историю вот здесь, у вас есть все шансы для того, чтобы просто решить, даже без вот этих всех моментов, и ослабить этот вопрос вообще. Но я бы хотел, чтобы вы все-таки задали себе вопросом по поводу своего детства, и какие же сверхценные потребности в вашем детстве могли сформировать проблему. Так что это РЭПТ или КПТ, в чем разница? Вообще, Азамат, не заморачивайся, РЭПТ и КПТ, мы здесь говорим и о КПТ, и о РЭПТ. Надо быть профессиональным психотерапевтом, или быть в моей группе консультантов, чтобы уметь лавировать между РЭПТ и КПТ. РЭПТ, поверь мне, я был когда на конференции, последний раз в мае в Питере, никто сильно этот вопрос не обсуждает. Я поднимал руку, я задавал его лично... Как его звали там? Кто прилетал у вас? Кто прилетал? Фриман. Я задавал лично Фриману прямой вопрос, на английском даже, по-моему. Как в этом случае, в котором мы разбирали личностные расстройства, и я говорю, Артур, я говорю, вот Элис, как концептуализировал бы этот случай, и Арн Бек, потому что Фриман работал с Беком, с Элисом. И Фриман, он говорит, ну есть разница, но она не очень. То есть, все они не хотят объяснять нюансы. Фриман говорил лично мне тогда так. Он говорит, Элис просто брал своей харизмой. И он, ну как я, он просто немножечко по-другому работал бы с этим случаем. Но я могу профессионально объяснить, в чем методологическая разница. Рэпт. Но хотите только не сегодня, ладно? Азамат, это никому нахер не нужно сейчас знать. Их сейчас интересует больше вот это, понимаешь? Там просто вопрос экзистенциального подхода и вопрос диспутов. Он немножечко разный. Вопрос классификации. Это не сыграет себе роли никакой. Все поняли, да? Что ваша задача с сегодняшнего занятия постараться задуматься. Пишем домашнее задание. Пока мы меня не разберем. А можно меня разобрать, да? Сейчас разберем тогда. Пишем домашнее задание. Пересмотреть еще раз повтор. Второе домашнее задание. Прийти на вебинар в субботу и воскресенье для повторения диспутов и диалогов. Все помнят, да? Что у нас суббота и воскресенье дополнительные два занятия с копиями пожизненными, правда? Потому что вот эти копии у вас будут не пожизненные, а суббота и воскресенье будут пожизненные. Ну, в смысле, вы поняли. То есть, я бы вам рекомендовал, на самом деле, задуматься о посещении субботы и воскресенья, потому что, когда вы все нахер забудете с четвертого сезона, у вас хотя бы копии субботы и воскресенья останутся, а там мы всю когнитивку заново поднимем. Ну, там шесть часов тренинг будет идти. А почему эти пропадут? Доброе утро, Владимир! Здрасте! Вот поприветствуем Владимира, называется. Я же говорю, что 100% такие экземпляры будут попадаться. Владимир, потому что с первого занятия я что говорил? Пересмотрите первое занятие, пожалуйста. И прочитайте на сайте, что написано. Это бесполезно, ребята. 100% человек действует, скажет, а где копия? Я же говорю, что копия действует на период занятий плюс неделя. И то плюс неделя – это бонус. Мы писали на период действия занятий. Всем понятно. Значит, первое домашнее задание – изучить свое детство самому. Потому что следующее занятие я буду вас терзать этим детством всех. Какие поведения мамы, папы и так далее могли сформировать у вас потребности? Второе домашнее задание – прийти на семинар в субботу и воскресенье. Третье домашнее задание – поставить точку старта. То есть, попытаться подумать, а с чем сталкиваются у вас ваши убеждения, которые, опять же, убеждения, откуда вам пришли? Вы еще с ними родились? Нет. Только единственное, что я вас попросил бы, не думать о том, откуда у вас такие убеждения. Потому что это и это родом откуда? Из детства. Понимаете, да? Только в детстве есть как сверхценные потребности, так и убеждения. Смотрите. Потребность нормальная показываю, понятно? Сверхценные потребности из детства пришли от поведения родителей. А убеждения пришли от копирования кумиров. Все это поняли? И то, и то из детства. И самое забавное, что это у всех есть. Но не у всех людей в жизни встречается вот такое веселое противоречие. Теперь поняли, почему не все люди болеют неврозами, а детство, убеждения и так далее есть у всех. Потому что не у всех это в унисон попадает, как ключ к замку. Теперь понятно, что такое невроз? Ну, более-менее стало понятно, что случилась ситуация или череда ситуаций. Красиков, успокой меня, оленя. Я надеюсь, что не доведу себя своим страхом до слепоты. Будешь очень хотеть, не доведешь. Потому что если бы ты мог довести своим страхом себя до слепоты, то ты был бы таким не единственным, и вас бы всех нахер закрыли, иначе полмира бы ослепло. Но сам подумай. Если бы страхом можно было довести себя до инсульта, слепоты и так далее, то вы бы давно бы, как мамонта, нахер повымирали бы. Потому что если бы от панических атак дохли, от страха теряли контроль, слепли и так далее, вас бы всех бы давно закрыли бы по дурдому, чтобы только вы не повымирали все. Все твои тревоги и беспокойства абсолютно безопасны. Сам подумай. Но если бы это была хотя бы... Тебя даже при малейшем подозрении на аппендицит госпитализируют. Но тебя не госпитализируют со словами «Он может потерять зрение!» Нет. Ничего с тобой не случится. Ты просто сам себе придумал очередную гипотезу. Понятно? Ну что, разбираем меня? Значит, домашку все поняли. Подумаем над детством, какие поведения... Все поняли, да? А когнитивная терапия... Вот Лариса, смотрите, задает вопрос интересный. Когнитивная терапия не работает со средствами потребностями. Вот, Ларис, хороший вопрос. Она и не должна здесь работать. Давайте подумаем, почему. Потому что это нельзя исправить. Потому что так выглядит ваша функциональность психики. Вы с этим ничего не сделаете. Если Тамара была в детском доме, и она как ребенок нуждается в семье, вы ничего с этим не сделаете. Вы не сможете сказать, было бы лучше, если бы у меня была семья, но она мне нахер не нужна. Так не получится. Она будет всегда это иметь как сверхценную потребность. Не факт, что она ее будет иметь, но потребность останется. Все это понимают. Девочки, внимательно меня послушайте. Если у вас папа был холодным, черствым, алкоголизированным, и у вас есть потребности в заботе, в теплоте, во внимании мужчины, вы ничего и никогда с этим не сделаете. Вопрос просто в том, чем вы будете это закрывать. Понимаете? То есть, вот это терапии не поддается. А вот это поддается. И задача психотерапии – это сделать так, чтобы оно не противоречило и не создавало неврозы. Все это понимают. Мое детство, вы сейчас будете видеть, вы его не измените. Но я смог изменить свои убеждения, и у меня нет внутренних напряжений. Все поняли это? Все меня услышали сейчас? Хорошо. Давайте меня разберем. Успеем. Значит, давайте я новый тогда лист возьмем, да? Не все зарисовали, я надеюсь, да? Потом на паузу поставить. Я не знаю. Сейчас я отсфотографирую для группы. Вам группу скину. Надо скинуть вам фотку эту, нет? Или не надо? Надо? Да, все, окей. Вот так я сегодня в группу выложу. Нормально, да? Хорошо. А давайте я прямо сейчас выложу, а то я забуду уже. У меня же память, как у божьей коровки. Ну, на самом деле, я могу сказать, в чем память. У меня просто голова, она немножечко избирательно думает. То есть, я очень много внимания сосредотачиваю на своей работе и на людях. И вся энергия, вся глюкоза головного мозга сосредоточена на анализе. И я могу забыть, куда я положил буквально вот недавно ручку. То есть, я могу забыть какие-то бытовые вещи, которые я хотел 5 минут назад, но могу помнить пациента, которого я разбирал 3 недели назад и знать, в чем там нюансы. Понимаете? Причем даже на слух, не видя его лица. То есть, был человек, который, например, не захотел включать видеокамеру на скайпе, и он был на одном занятии, записался еще на завтра, и я его помню. Но я не помню, что я хотел 5 минут назад. Это вот, ну, неважно, в общем, мы поняли. Это девы. Ну, наверное. Поехали, меня разбираем. Ну, наверное, это девы, да. Я соглашусь, что это, скорее всего, специфика немножко такая. Рисуем схему, значит, напоминаю, что схема рисуется вот так. Сначала рисуется вот это. Давайте вместе со мной. Окей? Рисуем? Потом мы рисуем вот так. Все видят это? Потом мы рисуем вот так. Потом вот так. Это функция, это симптомы, тело, эмоция, поведение, детство, убеждение, ситуация. Все зарисуйте вот эту схему, пожалуйста, себе в черновички. Understand? Нужно фоткать или нет? Или сами нарисуйте? Давайте. Смотрите. Поехали еще раз. Детские сверхценные потребности, убеждение, ситуация, лево-право, симптомы, тело, эмоция, поведение, функция, симптомы. Нормально? Ну, мне кажется, уже, ну, сколько можно? Ну, что вы, не зарисуете, что ли? На паузу нажмете на повторение же, да? Тем более, скорее всего, если я этот ролик выложу в YouTube, конечно, это будет очень клево. Но я сто процентов думаю, его никто нахрена смотреть не будет, потому что он слишком долгий. Невротики же какие, ребята? Они же когда вот здесь вот бегают, они же по YouTube бегают для чего? А я умру от ВСД, а я умру от экстрасистов, а про ком в горле снимите, а снимите про пятку, а снимите про то, что с творогом, а снимите про температуру, а снимите про ком в горле, а снимите про то, что у меня зудит клитор, а снимите про то, что у меня утром там стоит как-то влево, а снимите про это, а снимите про цвет кала, а снимите, пожалуйста, про цвет соплей. А ВСД и цвет соплей как-то коррелируются. А у меня при ВСД сопли более сухие. Вот они постоянно просят вот это. Понимаете, да? Я им говорю, долбоёбы, я вам показываю, как это всё решается. Он говорит, нет. Ты мне сними про цвет кала и ВСД. Если я пойму, в чём специфика цвета кала при нейронических расстройствах, я буду тебе благодарен. Я говорю, всё понятно. Поняли, да? Понимаете, что вы просите? То есть, люди, если бы вы видели, что запрашивают в интернете, у вас бы волосы поднялись. Вот я вам действительно говорю, что люди ищут ответы вот здесь. Они не хотят смотреть. То есть, даже если я это занятие полностью выложу в YouTube, я вас уверяю, его никто не будет смотреть. Потому что это надо что сделать? Его будут смотреть только 100% вы. И его будут, скорее всего, смотреть ещё там пару сотен людей, которые не смогли накопить на занятия, но очень хотят. Но остальные скажут, ой, два с половиной часа. Нет, это не то. Алексей, а когда у вас следующий тренинг? Понимаете, что я не сделаю? То есть, они на самом деле даже не посмотрят. Потому что, если бы я вам это занятие бесплатно бы дал когда-то, может быть, даже кто-то бы не дошёл бы до занятий. Потому что у него бы что-то открылось бы где-то. Согласны? Поэтому давайте его выложим. Окей, разбираем меня. Значит, что случилось? Рисуй вместе со мной. Ну, я, правда, давно этого не делал, но давайте вместе, окей? Будете мне помогать. Смотрел длинные ролики? Спасибо тебе большое. Спасибо. Давайте, будете мне помогать. Значит, мы начинаем исследовать себя с точки выхода в симптом. Я точно вам не скажу день. Окей? Мы сейчас фантазируем. Давайте предположим, что это 1 марта 2006 года. Окей? Год тот. День не помню. 1 марта 2006 года. Дальше мы описываем симптомы. Ну, давайте напишем, что это ВСД, тахикардия, панические атаки, страх задохнуться, инфаркт, ритуалы проверки побочных эффектов таблеток, исследование сердца. Ну, в общем, всё как обычно. Ну, давайте не будем сейчас это переписывать. Окей? А, ну там что? Я выбегал, практически выбегал из парикмахерской. У меня были приступы к парикмахерской. В салярии. В метро. В автобусе. На работе. Дома. И в парке. Вот. Примерно так это выглядело. И всё связано со страхом умереть. То ли от сердца, то ли задохнуться, то ли что-то там. В общем. Все поняли, да, это? Первое марта 2006 года, точка начала изучения. Симптоматику изучили. Начинаем изучать период в моей жизни, что происходило, когда начались эти симптомы. И я рассказываю. Мои панические атака основные. Я начинал себя чувствовать, когда я ещё работал танцором и моделью в гримерке. Там были какие-то первые такие намёки. Но я подумал тогда, что я просто утомился. И ещё не было полноценного такого состояния невроза. Там уже были такие тахикардии какие-то. Были такие небольшие вегетативные напряжения. Но всё расцвело бурным цветом и актуализировалось, когда случился главный повод и невроз. Я стал работать в ресторане. Я стал работать менеджером в очень крутом и известном ресторане с открытия. Это ресторан рядом с Домом правительства. Именно оттуда я полюбил потом дипломатию и политику. И меня увольняют. И, кстати, 1 марта, прикол, меня уволили 1 марта. И, по-моему, даже 6-го года. Ты подумай. Я помню это 100%, потому что я пришёл за зарплату и стояли на столах розочки, потому что это было 8-е. А я уже, значит, не работал. И меня, скорее всего, уволили первым числом, чтобы было ровно. Поэтому, ребят, скорее всего, моя бессознательная чётко вспомнила дату. 1 марта 6-го года. Я узнал, что меня уволили. Кстати, это охренительно, если это правда. Я вообще-то, да, очень удивлён. Ладно. Потому что 100% ресторан готовился к 8-го марта. Стояли розочки на столах, когда я пришёл за зарплатой. А уволить мне должны были первого, потому что месяц должен быть закрыться, и я должен был получить зарплату, чтобы не работать больше. Логично, да? Скорее всего, так оно и было. 1 марта я узнаю, что меня увольняют, потому что из трёх менеджеров на открытии нужно было оставить два. И вот я помню до сих пор этот день. Ресторан был на Кутузовском проспекте в Москве, и там недалеко есть европейский. Кто в Москве живёт, тот в курсе. И я помню этот уровень обиды. Это был тот самый повод, самый-самый первый повод, который вызвал у меня очень сильный внутренний удар. Но он меня не сломал. Я был безумно обижен на управлении рестораном, потому что я считал, что они поступили как? Несправедливо, нечестно. Я отдавался всему этому ресторану, и для меня работать в ресторанах было чем? Было очень сверхценным. А теперь давайте разбираться. Здесь немножко сложный патогенез, потому что он будет состоять из двух наложенных ситуаций. Но может быть вам эта сложность поможет, потому что мы разбирали сейчас Тамару, она была очень проста. Согласны? А мой случай, он немножечко посложнее, что ли. Смотрите, что мы пишем. 1 марта 2006 года я узнаю о увольнении. Скажите, пожалуйста, все ли люди, которые узнают, что их уволили, отнесутся к этому так остро? Нет, не все. Врач, предположим, изучает. Он начинает спрашивать, как ты отнесся к тому, что тебя уволили? Ну, если бы я себя изучал. И я бы увидел что? Я бы увидел убеждение, что это несправедливо, это нечестно, это так-то, это так-то. И я бы написал себе палитру убеждений о том, как я отнесся к тому, что меня уволили. Согласны? Долженствование, оценочное осуждение, это несправедливо. Было много эмоций здесь у меня. Обида. Гнев. Согласны? А потом я бы задался вопросом, если я бы сам был бы себе терапевтом, я бы сказал Красиков, а как ты думаешь, почему для тебя это было что? Так сверхценно. В чем прикол? Я бы ответил, что для меня это было сверхценно, потому что я в этот ресторан пришел из модельного бизнеса. Мне было 22 года, и мне стало в какой-то момент стыдно, кстати, кто обвиняет меня в нарциссизме, это вот сейчас им камень в огород. Мне стало быть стыдно на подиуме, и мне стало стыдно, что смотрят на мою внешность и думают только о том, как я выгляжу. Мне это было очень некомфортно. И для меня было очень важно работать, скажем так, в обычном режиме днем, чтобы уйти со сцены, чтобы перестали восхвалять то, как я выгляжу, и стали просто восхвалять, грубо говоря, то, какой я обычный человек. Понимаете, да, о чем я? То есть, история внешности меня всегда очень сильно напрягала, потому что, когда люди смотрели на то, как я выгляжу, меня это немножко напрягало, но поскольку я был студентом, мне надо было что-то кушать. И единственное, что я мог тогда делать, это ходить по сцене и танцевать, и получать за это деньги. И в 22 года мне стало стыдно, очень стыдно за это, и я ушел работать официантом. Как вам кажется, какой нарцисс пойдет работать официантом? Ну, просто это очень интересно. Причем помощником официанта в один из самых лучших ресторанов города. Вок-кафе назывался. И я что-то не представлю себе нарциссического человека, который снял корону и пошел работать помощником официанта. Очень забавная история. Нарцисс, знаете ли, нарцисс, который с собой любуется и себя там в зеркало целует, идет работать помощником официанта, на которого смотрит вся Москва. Очень интересно. Но неважно. Значит, и что происходит? И для меня работать в ресторанах является сверхценной идеей. Почему? Потому что я хочу таким образом доказать, что я не просто симпатичный парень, а что я обычный человек, который может думать, размышлять, приносить пользу для ресторанов, для их собственников, быть полезным людям в обслуживании. Я кайфовал обслуживать людей. Что за нарцисс, который кайфует, открывая бутылки, простите, у нас опепельницы. Очень интересно. Я кайфовал от процесса, что я приношу пользу. Даже банально работая официантом. И вот это очень важно. Поэтому люди, которые обвиняют меня в нарциссизме, это очень недалекие люди, которые совершенно не знают меня. Которые тупо посмотрели на инстаграм и сказали, а, ну все понятно. Понимаете, да? Вот сейчас я расскажу, Азамат, не спеши. Что же происходило в детском периоде у ребенка, что должно было сформировать вот этот момент? Что, вот кто сейчас попробует меня поанализировать, прямо интересно. Одно слово напишите. Вот еще раз, слушайте меня внимательно. Я не хотел быть моделем и танцором, я хотел быть официантом, менеджером, парикмахером. То есть я пошел работать в профессию обслуживания, согласны? Что за потребность? Верно. Польза, помощь. Как это еще? Ну угодит, нет. Это потребность, как еще можно назвать это? Верно. Польза, помощь. Нужным. Молодец. Потребность. Нужным. Пишем. Нужным. Людям. Сейчас вам все откроется. Сейчас дебилы, которые меня в интернете троллят, очень сильно расстроятся. Потребность быть нужным. Самоутвердиться в своей нужности и значимости. Понимаешь? Но это не про внешность. Я внешность не покупал. Я не виноват в этом. И я ничего с ней не делаю. Она так выставилась сама. И вот эта нужность и является очень важным моментом. Потому что, когда меня увольняют, я трактую себя как ситуацию. Поняли все? Что я что? Я ненужный. Как вам кажется, любой ли парень страктует ситуацию как ненужный? Не приношу пользу, ненужный. Ни любой. Значит, для того, чтобы он работал официантом, испытывал потребность быть нужным и трактовал ситуации остро как ненужные, для этого должно было быть какое-то детство. Предположите, какое может быть детство у пациента, который сформировал быть потребность нужным. Но тут не очень сильно нужны аналитические способности. Ну, близко. Значит, смотрите, рассказываю. Чтобы воспитать нарцисса, просто я вперед хочу забежать, потому что это видео будет, скорее всего, в свободном доступе. Прямо исповедь получится. И терапия, и внутренний конфликт, и еще и про меня. Прикиньте, расскажу на весь YouTube. Прекрасно просто. Чтобы воспитать нарцисса, как должны, или истеричку, ребенка должны воспитывать по принципу кумира семьи. Запомните это. То есть, верно. Если я был бы нарциссом, меня должны были воспитывать как кумира семьи, которого должны были целовать в жопу за все, что он сделал. Поняли? Вот что очень важно. Что нарциссическое расширение или истерическое расширение у женщин формируется за счет принципа кумира семьи. Чтобы мама, или папа, или дедушка, или бабушка целовали в жопу этого ребенка и говорили, смотри, какой умный, смотри, какой красивый, смотри, какой хороший, смотри, какой это та, да, да, да. И у ребенка вырастает нарциссическая корона. И он потом эти слова, которые у него воспитывался, требует от окружающих. Все поняли, как нарциссы создаются? Услышали, да? Рассказывай свое детство. И это вот передайте этим дебилам, блядь, в интернете. Мои мама и папа развелись, когда мне было около восьми лет. Папа занимался, я остался жить с отцом, по моему решению. И с матерью я больше не жил. Так получилось, что она уехала в свой родной город, и я вырос без нее. Отец вскоре женился, и он начал выстраивать свою личную жизнь. Там параллельно развод, дележка квартиры с матерью. Он покупал квартиры матери. Мать жила в другом городе. И я жил с бабушкой. Простите, кто меня целовал в какое место? Я матери даже не помню. И если помню, то очень негативные воспоминания. Не очень хорошие. Папа меня поддерживал, но он был тренером. И папа занимался своей личной жизнью со своей новой женой. Бабушка у меня была старшим экономистом компании Аэрофлот. Российские авиалинии. И она с утра до вечера работала экономистом в Аэрофлоте. С пяти утра до позднего вечера. Моя тетя с двумя высшими образованиями училась в магистратуре, по-моему. И ее тоже не было дома. Где был Леша, вопрос. Где был кумир семьи? В кавычках. Он был во дворе. Вот это слово всем понятно, откуда это? Что думает ребенок, который идет по двору подмосковного города Химки и молчит? Что он никому не нужен? Именно так ребенок этот маленький страктовал ситуацию. Что он не нужен? Вопрос, где тут нарциссическое расширение кумира семьи? Можете мне задать? Вот просто вопрос. Теперь понимаете, почему мне иногда обидно, когда меня называют нарциссом? Я их называю дебилами, потому что эти люди говорят вещи, в которых они даже не разобрались. Мой адрес лично. И причем еще публично. Я могу по фамилии сказать, кого я считаю дебилом, в этом моменте. И вы это знаете все прекрасно. И они это знают. Меня это задевает, потому что мальчик, который чувствует себя ненужным, никогда нарциссом не будет. Он будет врачом. Он будет работать в МЧС. Он будет пожарным. Он будет кем угодно, но не нарциссом. А когда он добьется результатов каких-то, он будет этим горд. Ведущим, верно. Он будет этим горд. Не путайте гордость и радость достижения и нарциссическое расширение. Это разные вещи. Так вот, всем понятно, да? Вот так вот. Врач тоже, конечно же. Вот откуда вырастает потребность быть нужным. Теперь разбираем три ситуации, которые толкнули меня на невроз. Мы немножко задержимся. Значит, три ситуации. Первая ситуация – это увольнение. И это трактовка как ненужность. Третья, вторая ситуация. Когда меня уволили, я стал работать уже управляющим в чем? В другом ресторане. И именно там случились мои первые панические атаки. И там у меня не получалось. У меня не получалось руководить рестораном. У меня не получалось вывести ресторан из минуса в плюс. И мне мешали, как мне тогда казалось, директор, учредитель и бухгалтер. Что я хотел доказать, очень сильно работая в ресторане? Я с утра до вечера там работал директором. Мне поставили задачу вывести ресторан в плюс. Плюс я пытался изо всех сил нажал на ножку педали газа, потому что меня уволили в предыдущем. И я почувствовал вот этот момент и вот этот момент. И в новом ресторане я что стал делать? Что я буду полезен и я буду нужным. Именно поэтому в этом ресторане случилось самое главное. Нужность во втором ресторане. Но мне стали вставлять палки в колёса. Не в растыне, совершенно верно. Но мне стали вставлять палки в колёса. И у меня первые панические атаки возникли именно в этот момент, когда у меня не получалось реализовать свою нужность. Забегая вперёд, там был последний третий фактор. Когда я уже стал снимать ролики, это просто я тоже сюда обычно в анализе выносил, потому что для меня это было важно. Когда я стал снимать первое видео, это был одиннадцатый год. Я ещё не учился в институте психоанализа, не работал психотерапевтом, но я стал снимать ролики по ВСД, почему первый год. Ещё даже не думая, что я стану психотерапевтом. И я хотел показать людям, как с этим справиться. Это опять куда? И я сделал несколько роликов, которые помогли многим людям. И я пришёл на форум. Все знают эту историю, наверное, да? И я сказал, ребята, я вам буду нужен. Я клёво сделал ролики, посмотрите, это бесплатно и полезно. Мне сказали, ты мудак, посмотри на себя, что ты знаешь об этом. Я сказал, вы сами уроды. Меня заблокировали. И, собственно говоря, вот эта третья точка была, когда я пошёл учиться. Понимаете? Вот вам, собственно говоря, все три ситуации, которые можно концептуализировать в одну историю. Теперь по поводу симптома. Основные панические атаки начались тогда, когда я надавил, как правильно кто-то подметил, с невростеническим синдромом, Виталий. Я ушёл в невростенический невроз. Я стал доказывать свою нужность в ресторане, у меня не получалось, у меня началась вегетатика, я стал пугаться. Но тут очень важный момент. Тут начался внутренний конфликт. С одной стороны, я хотел быть нужным, и я хотел что? Пишем. Я хотел остаться в ресторане. Я думаю, сегодняшнее занятие войдёт в историю, блядь, психотерапии, мне кажется. Опять же, я буду нужный, да? Я хотел остаться в ресторане, чтобы быть нужным. А с другой стороны, что я хотел? Мне оставляли палки в колёса. Говорят, что я не справлюсь, говорят, что я не получится. Я хотел уйти. Так? Согласны? Но психотерапевт – это же человек, просто который хорошо понимает некоторые вещи. Всем понятно? Я хотел остаться, потому что это сверхценная потребность, все понимают откуда. А с другой стороны, я хотел уйти, потому что у меня есть убеждения, это ужасно, это неправильно, они не должны, они должны меня понимать. Я могу здесь принять решение? Видите, что убеждения и потребности опять попали в противоречие. Вот он, внутренний конфликт. Я ухожу в апохондрию, и я ухожу в страх за сердце. Кто догадается? Нахрена мне был страх за сердце, и за инсульт, и за инфаркт, в который я верил до усрачки просто? Нахрена мне верить до усрачки в инфаркт? Ня-а. Ярна вера. Чтобы уволиться. Это называется оправдание. Оправдание поведения. Оправдание увольнения. Я мог сам уволиться? Я мог сам уволиться? Нет, не мог. В ряду внутреннего конфликта. Виталий, поздравляю. Мне нужен был повод, чтобы себе самому дать право это решить. И я подстелил симптом функции, что я увольняюсь не потому, что я решил этот вопрос, а потому, что у меня с сердцем проблемы. Я до сих пор эту фразу помню. Я говорю, я увольняюсь, мне до инфаркта, мудаки, довели. Вот что я сказал. Я не сказал, что я не справился, что у меня не получается, что я перенервничал, что я вот как-то вот что-то не так. Я сказал, что я увольняюсь, потому что вы меня довели до инфаркта. Поняли? И внутренний конфликт был решен. С помощью симптома. А потом уже я начал это прорабатывать, когда начал изучать более детально. Вот так вкратце. Ну что, выкладываем видео? Интересно. Вот такой я нарцисс. Интересно, нарцисс, который ходит и чувствует себя ненужным. Что это за кумир семьи такой, который бутылки собирает? Ой, какой кумир семьи. Прям кумир. И в спорт я, наверное, пошёл от кумира семьи, где меня так хвалили, так хвалили, так хвалили. Наверное, я пошёл в спорт, чтобы понравиться хоть кому-то и своей семье, а в частности, отцу. Ну, вот здесь как раз формируется, кстати, гомосексуальный драйв. Когда ребёнок начинает хотеть понравиться папе, он испытывает гомосексуальные влечения. Но! Здесь возникает два момента. Что если это влечение остановится на факторе внимания отца, не разовьётся сексуальное влечение? А если это случится в момент психосексуального взросления, то он испытает к отцу половое влечение под названием «Трахни меня, папа, я хороший сын». И вот тут начнётся как раз та самая гомосексуальность. В моём случае, могу сказать так же откровенно, сексуальной фиксации не произошло. Поэтому я ограничился произведением впечатления на папу исключительно своими спортивными достижениями. А потом уже на девушек. Опять же, с целью быть нужным. Потому что я в школе ходил, не мог с девчонками познакомиться. Нарцисс такой. Можете представить? Нарцисс в 10 классе такой говорит «Тох, а научи мне, говорит привет». Что за нарцисс такой, мне интересно. Нарциссы, они уже в 10-11 классе вот такие. «Я к тебе не пнаэдут, сама ко мне пнаэдёшь». Вот как нарциссы уже выглядят в 10-11 классе. «Я бог». И я стоял в 10 классе со словами «Блядь, тох, а девушка, что говорить надо ей?» Понимаете? Поэтому те люди, которые называют меня нарциссом, они вообще не знают ничего про меня. И это, конечно, расстраивает. Но бог им судья. Вот. Спасибо вам всем за внимание. Я думаю, это было интересное занятие. Мы разобрали двух пациентов, включая меня, и мы поняли сегодня, что такое невроза. Мне кажется, более глубоко. Я хочу напомнить, что невроза всегда возникает на стыке убеждений и потребностей. Поняли? Спасибо большое. Я думаю, что я подумаю, выложат ли это видео в YouTube или нет. Если я его выложу, покажите его как можно большему количеству людей. Может быть, больше людей поймут и меня, и мою потребность, чтобы я произвел свою эффективность в психотерапии. Потому что, когда я высказываю что-то эмоционально здесь, это такая же косвенная потребность принести до вас информацию, чтобы вы стали чувствовать себя лучше. Опять же, это история про полезность. Поняли, да? Поэтому хорошо-хорошо, это плохо, я не знаю. Я давным-давно этот вопрос решил, и он не уходит в грань бесполезности. То есть, если завтра запретят психотерапию, я не умру от истерики, я просто буду заниматься другим делом. Вот и все. Поняли, да? Что если мне завтра скажут, Красиков, твой канал полное говно, удалят канал социальные сети и запретят психотерапию, я просто буду полезным совершенно в других профессиях. Вот и все. И у меня таких профессий было уже масса, и ничего страшного в этом нет. Вот и вся разница. Поэтому, когда я эмоционирую по поводу того, что я хочу до вас донести, это косвенная история, услышьте меня, я могу быть вам полезен. и когда люди игнорируют записи, игнорируют копии, игнорируют мои слова, я автоматически могу страктовать это как интерпретация некой бесполезности. Но я прекрасно знаю, что это не так, но вы просто имеете это в виду. Это не значит, что мне надо писать комплименты, что я полезный, 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 хотя так или иначе невротику это будет приятно. Имейте это в виду. Но все психологи и все психотерапевты это невротики. Разница заключается лишь в том, насколько он этим может управлять и насколько он может быть полезный своим неврозам. То есть, это человек, который берет свою проблему и начинает, разбирая ее, показывать, как это не надо делать другим. Психологи бывают разные, уровень патологии у них бывает разный, уровень проработанности бывает разный. Поэтому я надеюсь, что вы сегодня все услышали, все увидели. Желаю вам достичь уровня проработанности, чтобы вы смогли рассказать о себе точно так же. Спасибо вам большое и до встречи, пока. До понедельника, а в субботу и в воскресенье у нас онлайн тренинг. Буду вас ждать и копии вам тоже будут высланы на будущее. Счастливо, не забудьте, 5-6-го приходите. Счастливо, пока. Продолжение следует... Продолжение следует...